Ну что, все, поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, секундочку, ребят... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, секундочку, сейчас я хочу проверю... Продолжение следует... 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 Пульсар играет Газпул с мейна Но вот на этой карте опасна, конечно, стратегия Достаточно, потому что Здесь можно блочить, соответственно, рампу легко достаточно И это значит только одно, что линги могут совсем не прокатить Ну вот хатку заказывает Вторую внизу у нас зерк Панесу кибернаточку надо ставить скиллосу Что он и собирается делать Здесь уже на газ по нему рабочих отправляет Заказывает новые пробки Второй газ заказывает Здесь нашел 16, да, 16 рабов на мейне на минералах Ну и в газ второй направлять Нужен второй пилон срочно просто что-то тыкает Вот, поставил второй пилон Пробку можно и так вот отвести, конечно Чтобы газ сразу начать добывать Молодец, все правильно сделал Здесь у нас что? Здесь у нас два линга у Пульсара Еще два строятся А, нет А, это дрончик, нет, все правильно Четыре линга будет, мух делается Газ продолжает собирать Ну что, бустятся пробочки еще Адеп встает на рампу Так, что это иллюзия? Куда это посылает у нас? Что-то проверяет иллюзию у нас Оп Дрончик минус Ну что же, неплохо Подобрил дрона сейчас Не получилось уйти И я вижу Оу, я вижу интересный расклад Сейчас уже Такое ощущение, что здесь что-то агрессивное планируется Ну, абсолютно верное ощущение Ну что, бежит на мой Сейчас лингами уже вперед Пульсар Блин, баст, конечно, интересно Но на такой карте, мне кажется, тяжело реализуемо Почему? Потому что, ну Все-таки рампа здесь Хотя сентри нет И вот без сентри-то байлинг баста заходит обычно хорошо Но что-то тут очень долго тут Минералы Вот этот зерк у нас Так, адепты вниз спускаются Видите, что здесь линги стоят Нужно быть предельно внимательным Так, лингов все больше и больше заходит Нужно окружать адептов Пульсар это и делает Адепты окружены Пытаются уйти Уйти не получится Уверчаж на рампу выставляется Нет, тут будет минус Но как пушить хайграунд? Вот в чем вопрос Без бэйнов его не пропушишь Нужно морфить вот из этих демажных лингов-бэйлингов Но зерк морфит Ну вот Ошибки, ошибки Не успеют они отрегениться Лучше вот из этой Каусумана было бы на морфить Тогда было бы вообще хорошо Скорость атаки адептам делать Три гейта уже есть Поэтому даже если бэйлинг Бас сейчас зайдет очень хорошо Мне кажется, что зерк за счет того, что У него экономика в два раза хуже Может сразу развалиться Так, линги по частям тут отдаваться начинают Не понимаю, что сейчас делает зерк, если честно Почему бэйлинги сзади находятся Просто не могу понять Ну, видимо, нервничает Ну вот теперь, когда уже лингов значительная часть потеряна Приходит с бэйнами А что дальше? Дальше ничего Сентрея уже наваркал здесь Вот реально мог убить И бэйлингами была возможность Прекрасно это сделать Пока... Вот здесь сразу врывался Пока сентрея не было Там три адепта всего было Первый раз вот этих адептов подкружил Все, сразу бэйлинг бастом врывается И все хорошо будет Теперь уже здесь и сентрии, и филды, и адептов до хрена И лингов нету Короче говоря, 1-0 в пользу скиллоса намечается здесь Немножечко затянул пуш То есть, если ты делаешь улын, нужно делать его максимально быстро А не бегать взад-вперед, естественно Потому что тогда ничего не прокатит Попытка перехода в экономику от зерга идет Но очевиднейший момент, что 22 рабочих, 53 Плюс просто 3 базы в 2 зерговских Это печаль Тем более, боевой лимит у просто такой же абсолютно Я не думал о том, кто выиграет на этом турнире Я просто его стримлю И хочу посмотреть, как играют пацаны молодые Так, линги убегают Адептики что, вперед пойдут? Мне пока не идут никуда Ну что, призмаль здесь, в общем-то Скиллос пойдет сейчас вперед Адептов 14 штук Здесь это реально много Зачем призм, когда в другом направлении летит, не знаю Просто можно прийти вместе с адептами до варп Сделать полкиров еще и убить, например Или адептов еще до варп Да не важно, тут и без до варпа, по-моему, этих адептов достаточно для того, чтобы убить Адепты заходят в бейлинги Неплохо тут урывается Тоже прилетает призма Пошел варп Еще адептов Прям под плетку, между прочим Как-то просто так себе дерется Я скажу, адепта сейчас бегает зад-вперед Нужно просто взять, убить плетки Убить всех юнитов Убить все вообще Они не телепортируются туда-сюда Ну что, 1-0 все равно Так, вторая карта какая у нас? Прион Террасы Приона Создаю Так, скилл сам запрыгивает Всех наверх ставлю Так, скилл все равно Так, все, поехали Все готовы Вторая игра начинается Поехали Ну, скилл явный фаворит здесь, конечно В этой паре Потому что он вообще Как бы фаворит турнира Как говорили Потому что он Все-таки уровнем повыше Он ГМЛ Что-то случилось А, скилл с тираном был Ну, сейчас Пересоздам я Так, скилл Так, скилл Открылся Открылся Террасы Так, скилл Террасы Скилл Скилл Террасы Субтитры сделал DimaTorzok Все, поехали, пришел третий стример Ну что, террасы опреонов, ротус зерк, сейчас правильная раса Опа! Посмотрите-ка, что делает Яндек Просто царек, царище, я бы сказал Красавчик Что, матч за третий пилим? Так, допросим Локича, что ли? Или как? Ну, а Яндеку, конечно же, респект Как обычно Здорово, кстати, Яндек Давно не видно Так, пилончик ставится на золоте Блочит скилла Зерк у золота Зерк решил, что пофиг Не надо мне, говорит, золото Я обычные минералы поставлю Здесь газ запиливается Пилончик будет достраиваться Похоже на то Так, пул надо ставить Ставится пул Пробку накусал Но не убил у нас в итоге Прот Зерк, точнее Кибернетчика пошла Хата третья На золоте Все-таки ставится Здесь пилон как стоял Так и стоит С ним ничего не сделать Юр, я Задержка Я об этом и говорю Если у тебя есть Локича Контакт Попроси его сам Просто Ну Мне неудобно Сейчас из игры писать В паузе-то Попрошу написать Может быть По идее Я думаю За пять часов Мы должны все успеть Как бы Если бы три будет Посмотрим Думаю Должно Хватить Времени В принципе И на матч За третье место Тоже Как мне кажется Так Линги Пилон Грызут База вторая Вообще Никакая Не добывается Заказан Муфлингом Продолжаешь Самое главное Зерк собирать Не понимаю Для чего Опять Шельба Лингбаст Готово Уже Золото Переводится Рабущий Сюда Вот Надо Отсюда Брать Сразу Такую Часть И просто На золото Их Переводить Чтобы От него Был Какой-то Толк И отсюда Можно Перевести Все Сразу Ну Что-то Пульсар Этого Не делает Это Большая Ошибка На самом Деле Потому Что Угроз Это Золото На втором Добывается Скорость Атаки Адептам Заказана Здесь У нас Пилончик Пошел Какой-то Так Минус Адеп Ребель 33 Привет Какая Картинка Ну что Гейты Открываются Пошли Бусты На гейты Здесь У нас Наверх Идет Варп Собирается Прот Спрессовать Зерга Между прочим Зерга В это время В конт Атаку Лингами Самое Интересное Идет Пытается Сделать Прогрызалити Но Прогрызалити Очень тяжело Сделать Здесь Зилок Очень плотненько Так встал На рампе И его Не так-то Просто Убить Да Варп Адептов Еще идет Линги Просощились Конечно Но Адепты Уже Со скоростью Атаки Они Лингов Развалят Абсолютно Точно И даже Вот это На холде Стояние Не поможет Потому что Адепты Уже Здесь На третьей Базе Начинают Наваливать Адепты Мейн Тут Ломают Уже Линги Приходит Королева Падает Линги Не смогут Убить Ничего Пул Только Бить Не надо Абсолютно Точно Телепортируется Адепты К третьему Зулу Тут Парочку Лингов Забирают Сразу же Врывается Еще Адепты Со второй Можно Новый Варп Проводить Короче Сейчас Все эти Группы Соединятся Адепты С адептами Соединятся И будет Все хорошо Точно Когда Укротца Начинает Наваливать По потерям Вы видите Потеря Для Зерга Печальнейшая Просто Трехкратное Преимущество Укротца Ну что Начинает Наваливать Адепты На Мэйне Опять 9 Дронов Минус Смещаются К третьей 22 Лимита Узерга К сожалению Здесь уже Абсолютно Точно Все ясно Уже Четырехкратная То есть Потеря Разница Потерь А сейчас Будет Еще Больше Судя По всему Трехкратная Это 2-0 В пользу Скиваса Пульсара Благодарим За участие Надеюсь Что турнир Не последний Такой Будет У нас Для Молодых Игроков Считаю Это Очень Важным Моментом Так Еще У меня Откуда Не А Отлив Так Все Больше Ничего Мне не надо Покидать Откуда Считаю Откуда Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, руины Сероса у нас следующая карта DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Думаю, что вместе справимся с этим делом Смайл попросил кого-то и уже Так, секундочку Так, прошу прощения, отвлекаюсь Просто пишут мне про матч за третье место Я прошу поменять Чтобы наш турнир сделать еще более интересней Чтобы матч за третье был Почему? Потому что все-таки главное Сделай не в деньгах Приятно молодым тоже что-то выиграть Естественно, но главное Побольше поиграть Чтобы уровень посерьезнее был Соответственно Поэтому лучше, чтобы побольше матчей Матч за третье хочу впилить Тем более призовой десяток Неплохой такой призовой То есть пищеночка какая-нибудь За третье, ну а за первое, второе Немножко изменятся Да, там Призовые, так что Я думаю, сейчас все запилят Здесь идет выход Восемь, девять Муталисков, зерк уже запиливает Кстати, тайминг спайера Очень такой хороший получился, я вам скажу Начинает танк долбить третью базу Муталиски вылетают Медивак сейчас будет минус Не уконтролил сейчас мелкий као этот медивак Складывается, уходит Но так бежать сломя голову опасно Почему зерк прочувствует, что Что-то здесь не то и что-то боится Очень сильно тирану, кстати, мелкий као Получается даже отступить Но он куда-то уходит наверх Не домой, а дома то что А, дома туреточки И третья ССшка, нужно больше туреток ставить Ну что, мутка врывается Начинается харас Муталисков 13, реально много На 18 мариков, есть либератор Один летит вперёд, но на развороте Мута может моментально либератора убить Поэтому нужно быть предельно аккуратным Мариков очень много пришло Прогнали они муталисков Но никого не убили Что самое странное Хотя там столько казалось дэмэджа вносит Так, мутка всё ещё висит Дайте адзаргомочку посмотрим Так, зиг там, вот таких вот Можно и выпиливать, но можно и предупреждением Для начала обойтись Тем более, это на юниорском турнире Вот Что-то тут депоша как-то настроил, как сараев Я не знаю, мелкий кал Нужно как-то, я не знаю Разносить всё-таки Ну, просто рабочие стоят, поэтому он здесь и строил Так, здесь со второй базы всё перевозят Здесь какая-то странная добыча Туретка кривейшим образом стоит И поэтому, посмотрите КСМ-ки вот с этого минерала не могут Прямо вот так вот носить Они вынуждены вот это добывать и обносить вот так вот Вокруг Это очень жёстко Так, два либератора прилетает мелкий кал Стрельную даже не получил Под туретку пытается мутку завести Завёл Сделал залп Но нужно вычинивать либераторов Сейчас Быстрее, что-то летает Зад-вперёд Моряки идут КСМ-ки две идут Ну, минок пару закопать здесь надо Я так думаю, мелкий кал По лимиту пока 121 120 Вообще, лимиты близки очень Криптумеры Вперёд двигаются Зерк, в принципе Достаточно Бодренько их так двигает По лимиту 124 246 И уже хайф делается Да, уже делается хайф Так, кстати, дайте-ка я на Team Liquid запилю стрим В принципе, стрим-то официальный Турнир-то наш Пусть будет Может, кому интересно будет Тем более, здесь не только наши игроки выступают Как бы Так, тут выход Милки какой-то делает Прошу прощения за отвлекание очередное Ультралис Кевер на мейне у зерка пошёл Хайф уже готов 9.45 Здесь танчики Вперёд двигаются Залп О, хороший залп по лингобейнам Пошёл Зерк идёт вперёд Минки есть Минки делают залп Ну, как-то всё Не смогли разобрались Но Милки Као сплетанулся И Либератор Это какой дэмэдж Муткина выдавали Просто Муталиски падает 125.98 Милки Као удачно как-то здесь прям дерётся Я вам скажу Вот Молодец 3 Муталиска ещё минус Ну, вот это био будет просто нереально сейчас убить Потому что нечем убивать Несмотря на то, что 2-2 не делает тиран Он умудрился сейчас прийти и на халяву пробрить зерга Если бы зерк дольше жил Сейчас бы ультралы попёрли Сейчас бы у него стали сильнее грейды И для тирана всё было бы тяжело очень Ну, нужно вот в таких ситуациях не сплититься Вот, нужно хладнокровие в таких ситуациях не сплититься А бэлингов укусить Их две штуки всё бежит, конечно Так, полетел квадродчик Возможно, на четвёртую базу, кстати, здесь нихрена нету Тут уже, по-моему, в лоб важнее добить, конечно, чем лететь вот там на четвёртую Так, линга-бой лингу сейчас вступили Мелкий кау тут тоже что-то вперёд бегает Минки закопал, выкопал, опять закопал Идёт дальше давить Чё ультралис? Вот здесь один был ультралис, все вопросы бы снял Правда, ну, грейд, тем более, делается Уникальный, всё в порядке Стим сплитится опять же мелкий кау Прилетают линги На минки выманиваются сейчас эти линги Здесь на четвёртой базе дропчик Начинает всё шатать 2-2 мелкий кау заказал Хоть и позднее 2-2, но заказал Это важно На четвёртой базе моряки разваливают хату Сейчас фокуснут, но фокуса нету Больше стимпак кончился сейчас В итоге и хата выживет Здесь у нас прирост стоит гигантский Не приводит мелкий кау прирост вперёд Это ошибка, безусловно Ну, блин, что-то строится тут, всё что-то происходит Как факт, я в 16 лет слабее StarCraft играл В 16 школу закончил В 2002 Ну, в 2003 уже немножечко подтянулся там потом Но Сейчас возможности есть, интернет есть Было бы желание всё в гости Чтобы родители нормально смотрели Так, минки делают залпы Полетели, ультралы, линги вперёд Минки ещё делают залпы Сейчас будет как Как 4GG со Стефана Сам себя взорвёт Все медиваки и мелкий кау вообще 160 лимита, гостакадемия Тор заказан Причём можно... А, нет, здесь реактор на второй факте Второго Тора не закажешь Четвёртую всё-таки добил сейчас мелкий кау Здесь у нас минк есть Тройной медивак передроп идёт сюда Куда-то ультралы ушли Нужно фокусить эволюшены сразу же Пытаться было Потому что грейды в такой ситуации отменить Это просто лучше не придумаешь Расклада Торчик один, второй сейчас будет готов Торчик один Торчик один Торчик один Так, кто как вчера сыграл, смотрите результаты в сетках Тем более на главной странице вот уже выложен вчерашний И в группе ВКонтакте Моей в группу тоже Вступайте Там всё Там Плюс группа Я специально так делаю Там И анонсы, там и воды Выкладываются сразу же Максимально быстро, я бы сказал Вот Так что вот так вот Там вы увидите, кто как отыграл Так, планетарочка здесь есть Защищать 130 Лимит Азер тут отстроил Сети ультралов отстроил Грейды сейчас 3-2 будут лучше, чем у тирана Тирану нужно гастов больше Торы есть, плюс гасты вот В стиле Марин Лорда сейчас мелкий као отстроил такое войско Но нужно идти вперед Почему? Потому что пока есть преимущество, нужно дожимать Это турнир сопляков Смотрю, тут быки в чате завелись конкретные Турнир сопляков, блин Так 2-2 грейды делаю Точнее готовы 3-3 не заказано Там greater spire уже Но брудов-то точно здесь дожидаться Тирану не нужно Потому что если здесь ультра бруды будут Это ой-ой-ой Это будет серьезный микс Плюс инфестеры тут уже строятся Обходит Милка через верх Силнагу зерк не контролят Поэтому получается скрытно выдвинуться Тором Техники тоже грейды не делаются Считаю Это ошибка очень большой Всегда об этом говорю Так Здесь у нас что? Гост Гост расстреливает Вообще без инвиза Так уходит На глагост Заходит Милка сейчас Сюда Ультралы идут Снайпереть Сейчас ультралов нужно Конечно Першоты по ультралам пошли Микозы выкидываются Но Торы Как же хорошо они танкуют Вот мне кажется Хэпище Вот такой стиль Нужно тоже исполнять В котором Торов побольше Потому что они Очень Очень хорошо стоят Они и дэмэдж большой Наносят Они и жирные очень И Гастам Дают стрелять Так Передроф Пошел вниз Нелкий кау дроп Вот здесь еще Линга ультралы Подбегают Что-то Тор куда-то ушел Кинул своих Меньших братьев Что называется В итоге Линги ультрал Тут начинают Ломать Нужно Тора Подставить Сейчас под ультралиска Отойти Гастами Назад За био И уже сзади Снафернуть В итоге Милка что-то грузит Вообще нервничает Смотрите Загрузил Все подохло вообще Блин Гасты все уничтожены Ну 160 на 75 По лимиту Как ни крути Ситуация все равно Поэтому нужно Дожимать эти Смотрите 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 Танкуют 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 Смотрите Смотрите Нужно Эти минералы Трикораптер Убирают Убивают Милки Перед Снайперят Сверху Био Очень много Гастуам Линги Сбивают Снайперские выстрелы Но все-таки ультравок убил. GG 1.0 в пользу мелкий Кау. Так, какая карта у нас была? Сейчас посмотрим. Ульрена вторая карта. Так, в игру всех зову. Ну и ждем продолжения. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, поехали. Продолжение следует. 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 Так, ребят, секундочку Сейчас я вернусь уже Пока ФПшка идет Так, ЦЦшка строится, все Возвращаюсь сюда Прилетает Риппер Начинается стрельба Гранатка под королеву Королева унимочка откидывает Но нужно уйти, иначе Рипера можно потерять Привет, Табакмен Видишь, в небе Либератор Это Хэппи Император Да, под этим видео можно Чтоб пригорел его в Уржуев Поконкретнее И не только у Уржуев А у Зергов в том числе Прилетает Риппер Не успел заблочить Сейчас дрон, а мог бы заблочить Ну что, бункер почти готов Здесь депошечки Поставят стенку Мночку мелкий Као делает Очень похож билд на билд Хэппи Когда он выходит в Хэлбат Пуш К примеру Но не нужно Рипера отдавать раньше времени При вот этом мероприятии Так, гранатка кинута Нужно уйти сейчас Просто можно уйти Еще попытаться Смотрите, здесь все в порядке Королевы есть Но как-то Рипер Через три королевы уходит Что ж ты делаешь-то, милки? Ну куда? Вот отсюда с рампы Спускайся спокойно Через парадный вход Надо понаглее действовать Ну что, мулы новенькие летят Так Ну зачем так жестко-то Зачем четырьмя-то залп делать Сюда грамотно, конечно Выбил без скана Криптумар Но достаточно было Одним Гиллионом ударить Разок или пару раз Или двумя пару раз А не четырьмя Чтобы так жестко не деможить Привет всем Дела хорошо? Все хорошо, ребят Смотрим юниорский турнир Милки Као против Кумы В чем суть юниорского турнира В том, что все игроки Здесь До шестнадцати лет Играют Включительно Соответственно Шестнадцать Максимальный возраст Так что вот так вот Инженерочка пошла Танки прибавляются Какие-то лавы поздние То есть можно Стим, конечно, пораньше выходить Потому что ничего вообще нету Ни стимпак Ни щитов Двумя бандшами Продолжает Милки Као харасить Так, ну неплохо Они прилетели Но у инвиза Особо смысла Врубать нет Почему-то Что Есть оверсир Ну что, прохарасил больше Рабочих особо не получилось Убить Стоит 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 Ну что, залетают у нас банши в очередной раз. Угу, прилетает на третью базу мелких. Королеву можно минуснуть, нет, королеву минуснуть не получилось, контролят баншами, еще несколько дронов забрал, 5 в общей сложности минуснул, Гиллионы как стояли, так и стояли, 129, 122 по лимиту, будет ли выход сейчас, хороший вопрос. Пума, да, был такой корейц, конечно, Пума, тиран был такой, здесь же Пума зерк, и говорит, что поляк, молодой, не знаю, сколько ему лет, 16-15 или меньше, вот, тут грил швед, наверное, Юра знает лучше, потому что он все-таки турнир этот организовал, за что ему отдельное спасибо, и поддержавшим данный турнир, всем сегодня Яндуку отдельное спасибо, что призовой такой увеличил. Правда, пока Паша спит, и я написал, там, ну, ХЗ, как бы, получится матч за третье место запилить или нет, выход идет сейчас. Так, здесь Роучер, Реводжер оставит, можно дропнуться сейчас, темпак, танки дропаешь, что ты делаешь-то? Долго соображал, надо танки дропать прямо на ход перед Био, а Био накайтить и выходить вперед сразу под юнитов оппонента, чтобы разбирать. По грейдам вот у Милки Кау, честно говоря, ситуация печальная, почему? Не уделил он этому большого внимания, с одной инженерки делает, плюс поздний армор, и Азерга уже 2-1 сейчас делается. Тут только первая атака готова, фактически, так что не афти ситуация. Нужно брать танки и дальше лететь сейчас, передропываться к четвертой базе, возможно. На стимпаке заходит на хайграунд, Милки Кау, но вот контроль, контроль слишком нервный, в чем заключается это. Что-то поставил, танки забрал, такого быть не должно, танки просто нужно поставить так, чтобы они грамотную позицию заняли. Все, больше ничего не нужно, пусть они стреляют сами дальше, хорошо, сейчас вот по аэрбольщику повернулся. 155-188, но на поле боя боевого лимита Азерга даже не больше, у него реально меньше боевого лимита. Ну вот и еще очень большая ошибка, Милки Кау сейчас какая? Он очень долго развивает свою атаку, нужно увереннее, более твердо заявлять о своих намерениях, если можно так выразиться. Пришел, поставил танки, сразу подошел, чтобы Азерга, наоборот, драться, шел сам, а не куда-то убегать постоянно. Да ну что вот сейчас происходит, кто-то бежит всем лимитом своим. Зачем? Поставь-то просто танки, прикрою их био, да и все. Так, кокус хата идет, неверное решение, нужно биться в лоб с ровущими реводжерами, как-то танк вперед за чем-то. Так, ну вроде как неплохо пока битва дальше проходит, танчик один, правда всего осталось, 115-143, но проблема в чем это? Двухбазовый прессинг идет, тем более, когда ты делаешь двухбазовый прессинг. Вот так как ведет себя Милки Кау сверхаккуратно, это можно делать при билде, когда у тебя там третья добывается, когда у тебя перспективы макро есть, когда 2-2 делаются. Ну просто не давать армию основную под удар, просто грубо говоря перестраховываются лишний раз, а когда ты улынишь двухбаз, тебе нужно наоборот как бы очень-очень акцентированно атаковать. И не давать зергу опомниться, просто не давать прирост делать, чтобы он постоянно в бою был. То есть вот прилететь танками и не все забирать, а уже там по одному отконтроливать, в которые фаербольщики кидают, ну и био не попадаться просто на фаерболы. Тем более, кстати, грейды уже у зерга лучше, а сейчас вообще жестко будет все по грейдам. Ну четвертую сбрил, а дальше-то что? Сидеть, чего ждать? Базы кончаются. С Сэшкой, с мейной уже можно на третью, кстати, перелетайте, с чейджелинги в лочер. Ну нужно дожимать, выходить, либо уже идти дожимать, пока не кончились вообще минералы. Через центр идет мелкий каус сейчас. Продолжение следует... Так, ну что, приходит мелкий каус. Позицию... Вот, занял позицию ультимативную, в которой зерк не может просто против которой позиции не драться. Прирост выходит в центру. Здесь, кстати, очень мало осталось у тирана юнитов, что не очень, конечно, хорошо. Лимиты, правда, равны уже, но три ультрала строятся. Вот они начинают выходить. Так, танки забрал мелкий каус. Хорошо, что улетел. Но у зерга две базы, вот сейчас он третью установит сейчас. Ну как быть с ультралисками, я пока, честно говоря, не знаю. Сейчас у них еще будет уникальный армор. Правда, у них атаки нет совсем. Так, отступает мелкий каус назад. Пока нет армора, ошибается. Зерк идет вперед, дерется. Пока у ультралов нет армора, что ж ты делаешь-то, друг? Они все разваливаются к чертям собачьим, эти ультралы. Танки мелкий каус забрал, отступает. Нужно в бункер, чтобы посадить танк. Один дроп, 100 ультрала. Как не было армора, так и нет. Но вот ошибка тоже. Нужно прокликивать всегда юнитов и видеть, что происходит. Вот, сейчас уже совершенно другой ультралис встал. А в это время пока не было. Просто, ну, конечно же, нужно успевать. 88-109, полетели дропы. Все, главное, увез сейчас. Это очень опасно. 2-2, аграйды не делаются. Тоже очень опасно. 1-1 био против 3-2. Роучий королев. Представьте, какой они дамаж гигантский носят. Трансфюзы в Роуче идут. Он очень живой, дружок. Посмотрите, как Роуч с королевой бьется. Еще отбился. О, красавчик. Пума вот так вот и нужно делать. И это только благодаря грейдам, возможно, такие фокусы. Так, третью начал добывать. Очень долго перелетал сюда к третьей базе. Лимиты одинаковые. Почти здесь надо все уводить. Четвертую сейчас мелкий каус дропнулся. Забирает Пуми. У Гасса есть, все есть. Ключевые грейды есть. Здесь у нас ультралис. Кот не туда залез. Минус ультралис. Все, ультралис. Узерга не осталось. Это ошибка очень большая. Здесь Реодер. Посмотрите, с такими грейдами, как хорошо бьет. Мародер очень мало демеджа ему наносит. Ё-моё, он убил. Посмотрите, двух юнитов убил. Джарайо Икс Пус. Есть, Джей Кэ. Ну, че-то помню, я просто не помню, кто он, что он там, че играет. Почему, может, просто какой-нибудь наш игрок ХЗ. Нет, просто русский учитель. Да фиг знает. Неизвестно, куда прожиг делся. Вторую атаку мелкий Каус. Зерга заказывают. Здесь третью Зерга восстановил. Но здесь уже кончаются ресурсы. Здесь четыре минераля на осталось фактически. И что ты будешь делать? Здесь Роуч Ворон не мешало бы покуснуть. Почему? Потому что дрейды как раз на рейнджовых юнитах. Ультралы не такие уж прям дрейжные. Ой, как криво загружается мелкий Каус. Но не почувствовал тайминг падения фаерболов. Медивак один потерял. Этим тоже я бы не стал здесь больше особо летать. Потому что у него ХП, посмотрите, тридцатка. Грэиды делают. Зерг третий. Армор уже делает сейчас. Но ультралы без атаки. Вот что неприятно. Мелкий Каус будет сейчас 2-2. Грэиды очень скоро. Подхарасил еще раз рабочих. 7 забрал. Уже у Зерга меньше. Здесь тиран добывает. Все. Либераторы, гасты. Что-то нужно, чтобы ультралов заваливать. Ну все. Вот что называется летать медиваком на 30 ХП. С тремя атаками королева. Ё-моё. 12 демеджа по воздуху. Это серьезно. Ну что, идет Мелкий Каус. Две атаки есть. Боевого лимита побольше. Но здесь 4 ультрала. 4 ультрала это реально много. Фаербулы падают. Нужно кайтить ультралы пытаться. Один падает, заходит под либерат. Куда ты ушел-то? Блин, странные вещи сейчас Мелкий Каус делает. Да вот, пацан. Главное, увел свою био от своих танков, от своих либераторов. И вот сюда нужно выманивать. Вот где зергу просто беда. Вот под этими кругами белыми, естественно. Нужно поактивнее это делать. Скан сюда, крип там выбить. Я не знаю. Фаербулы летит, идет зерг кидает. Вот минус либератор. Еще и медивак тут Мелкий Каус подставил свой. Отдал. Отходит назад опять под либераторов. Мелкий Каус под своих. Фаербулы падают. Один пока что жив, либератор, но... Так. По реводжеру минус реводжер. Все, либератор минус. Последние два еще строится. Второй армор делается. Нужно походить, вылечить юнитов, энергию медиваков. Достаточно. Так. Ошибся, линг. Кстати, линги без мула до сих пор мула нельзя. 3-3 грейда и у зерга. Фаербулами сбивает либератора. 122, 122 уже лимиты равные практически. Мелкий Каус дропается. 2-2 грейды сделал. Но у зерга-то 3-3 уже давным-давно. Вот чего сюда дропнулся, спрашивается. Ничего ведь здесь нет. На мейн хотя бы вот ультралис кеверн выбить. Не знаю, что-нибудь. На второй базе даже нет ничего, что убить-то можно. Так, гасты две штучки строятся. 135-138 затянул немножечко мелкий Каус. 4 гаста плюс еще сейчас один будет. 5 штук. Гасты, конечно же, нужны. Здесь четвертую зергу восстановил базу. Ну, а зергу-то что? У зергу живи, да живи, в принципе. Что такого-то? Попытка захарасить дропами идет. Дропами не так-то просто захарасить. Четвертая добывается. Она с мейна улетела и со второй базы. Либераторы новенькие строятся. Инфестейшн минус. Ну а что толку-то от этого инфестейшна? Чего бы зеркогать бы делал за 100-100 для начала на ультралах, потом и далее. Так, здесь минус рабочие. Вырывается мелкий Каус. Пятую проблевает с одной инженерочки. Постепенно грейды доделаю. Сейчас 3-2 уже будет. 3-2 это уже неплохо. Так, тут че-то га... Так, ручки на подземном муве ползают. На глава, ты сказал бы, ползают. Вот скан мелкий Каус делает, двух ручки сбирает. Но сейчас на третью-то еще 4 приползли. Кстати, интересно, а если... Если гост снайпер-шотом прицеливается в ручки, к примеру, а тот закапывается, снайпер-шот сбивается или нет? Так, здесь с мариками подобрел четвертую. Около мейна тоже дробчик висит. Так, что-то ручки тут ползают туда-сюда. Туреток нет. Скана нет. Тут они на мейн уже как-то поползли. Ё-моё, они сейчас из-за... Скан вообще поздний в итоге. Роузи уже выползли. Ну, надо вовремя скан кидать. 161, 163, 133 по лимиту вперед. Дробчик на мейна. Вот сейчас падает уже действительно важное здание. Это ультралец кевер, но зерк двух ультралов сейчас как раз-таки и заказал в последний момент. Здесь марики королевы минусуют с полной энергией вообще. Вот у зерга нечем сбивать дропы сейчас. И мелкий кау обузит эти дропы очень верно и очень четко сейчас. Потому что если было пару там муталисков, характеров, так бы не получилось сделать. Для этого нужен спайр, которого нет у зерга. Ну, он вроде когда-то был, хотя, может быть, я не пропаю. Вообще не было. И вообще все здания продакшена убьет мелкий кау. Ни раучи, ни ультралов ничего строить не получится тогда. Только рауч ворон-то и остался до пул. Здесь все копится и копится. Но лимиты боевые одинаковые. Вообще либераторов все больше и больше. Гастов сколько? О, гастов хорошее количество уже. 13 штук. Это много реально. Можно снапершотить. Все, зерга идет вперед. Смотрите. Либераторы складываются, раскладываются. Зергу надоело бегать всеми своих гигантской армией за одним медиваком. Поэтому он решил вперед пойти. Но получил от гастов снапершотов несколько штук. Падают ультралы. Падают, ну, к чувству, 13 на 180. Сейчас ситуация по лимиту становится. Немножечко зерк здесь огреб, я бы сказал бы. Так, стимпак попытка выбить. Хайф, ну, не, Хайф выбить слишком жирно. 2 500 кп. Не выбить так просто будет. Здесь марики пришли. Здесь две плёточки есть. Хотя уже, посмотрите, 800 кп осталось. Зерк стоит. Вообще не атакует юнитов. Мелкий Кау. Вот сейчас начал убивать. Кстати, контроль дропов у него хороший. Конечно, столько мультитаск, сколько у Хайфа ещё нету, но зачастую у Хайфа дропаются даже дропы не контролируют. Ну, сравнивать некорректно, конечно, да, здесь. Ну, молодец, Мелкий Кау контролить дропы. Нужно. Так, вышел вперед. Гасты, био. Гасты как-то вместе с био уходят. Поэтому снайпершотить не получается. Там постоянно дэмэш получают. Так, здесь пять мариков есть. Тут просканить снайпершотов пару. Так, раз снайпершот в королеву. Либератор добивает. Ультрала заходит. Покидает. Ума игру. 2-0. Велкий Кау. Велкий Кау. Так, ждем третью пару. Так, надо пить чай. Ну, не надо так, ё-моё, он хорош падать. Так, ждем. Так, ждем. Так, ждем. Так, ждем. Так, Лерилак первая карта. Густ Хелл против Мастер Васи вылупиться. Так, всех за У. Так, что там фреш-то? Так. 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 Так, поехали. Что случилось? Так. 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 Так, что у нас призовой-то разросся, как на дрожжах. А матч за третий не запилить, ребята. Что за хрень там? Так. 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 Все. Поехали. Дедман один из поддерживающих турнир. Тейми Шайни Респект. Погнали. Гатя поддержал ваш канал на сумму 600 рублей ровно. Давно не донатил. Совесть замучена. Не донатил давно. Спасибо тебе, Миш. Не пасться. Все нормально. Вот. Тебе вообще гигантское спасибо. Особенно, когда после операции и отцу твоему. Так что, может, даже не париться. Главное, что смотришь. Старкрафтик, тем более молодняк поддерживаешь. Призовым. Призового уже 13 почти. Тире. Вот. Но, к сожалению, локич спит, похоже. Вот. Не знаю, где он. И некому запилить матч за третье место. Не знаю, реально или нет. Я уже Миша отписал. Не знаю. Если это технически реализуемо, запилим. Ну, в принципе, мы сможем провести матч за третье и так. Может быть, я не знаю. Просто от этих денег уже ничего не отщепишь. Ну, посмотрим, как поступить в итоге нам. Продкает специфы. КОТОРАН bouncing ее. КОТОРАН STOP КОТОРАН. Так, ну что тут у нас Бункерится Пытается тиран зерга подбункерить Невочка у зерга мух делается Лингов добавляет Все больше и больше Но вынудил тиран тут лингов настроить Зергу так много лингов Сейчас особо и не надо Одного рипера убрал линга Но дронов самое главное не убивал Все, зерг вроде как отбился Нужно строить рабочих, что он и делает Есть у нас цсшка на хайграунде Реактор факта где-то вдалеке Судя по положению зданий Наверное это не будут гелионы То есть это будет Марик сейчас с реактором Плюс танчик, возможно из факта и медивак Передроп, может минки Передроп, не знаю Посмотрим, что это будет Что происходит-то Орбиталку не запилил Странное решение от мастер Васи Полетел с цсшкой без орбиталки Вот, ну как мне кажется Надо было пильнуть все-таки орбиталочку Так, а вот эти картинки у тиранов на цсшке Они и раньше были? Я чуть не обращал внимания вот эти Как из мультика, вот эти звездочки что ли Прибегают линги Минус рипер Минус марик Кого дропает? Мастер Васю дропает Сута мастер Васи увидел, как Его убивают И его начало дропать сразу Блай будет с Пститом Играть одновременно Соответственно Со стартом 19.00 сетки То есть получается как Выходим все Можно было не спешить выходить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что Игра восстанавливается из репки Говорит, закрылся StarCraft Ну посмотрим Оп, GG Bro 810 Тренажка призовой Спасибо всем, ребят Просто респект Молодым Будет лишняя мотивация С таким отношением хорошим Конечно И не забывайте Вконтакте в группу Поступать Все, стартуем Короче По поводу ВЦС Скажу вам сразу Я начну с матча Блая Скорее всего Почему больше Хепич будет играть не сразу Нафиг стримить Буржуев Там, ну Другие игры Если можно Блайчика постримить И Его оппонентов Вот Ну а потом На Хепича переключимся Как он начнет играть То есть В сетке там Стоит Финал Венеров Не сразу стоит Поэтому Можно Можно будет В общем-то Местами там Все это поменять Не местами Местами поменять Сначала Блая Посмотреть За квоту А потом Все остальное Так Хелбат Пуш У нас идет Да Полноценный Хелбат Пуш Но Мариков Не берет Что за бред Это, блин Ну Шесть гиллионов В чем Медивак Сюда прилетел Марики Здесь остались Мастер Вася Ошибается Недооценивая Даже двух Мариков Они ДПС Нормально вносят На самом деле Так Заходят Хелбаты Увидел Роучи И уходят Назад Четыре Роучи Против шести Хелбатов С медиваком Что бояться Можно на Третью Куда угодно Можно врываться Еще два Гиллиона Приезжают Едут На муве На хайграунд Здесь Роучи Встречают Ну что Нужно что-то Делать Сейчас Роучи Больше станет Что ждал Стоял Хрен знает Залетает Медивак Может дропнуться На третью Можно дропнуться На мейн Куда угодно Так Ну в это время Шесть хелбатов Приходят На вторую базу Медивак Зерк не сбивает Это ошибка Очень большая Что он Медивак Вот сейчас Начал Покусить Уже Медивак Здесь хелбатов Ой Здесь уже Фаербулы Падают Когда королева Сплэш Не достает И это Очень сильное Ведение Для зерга Так Здесь хелбаты Рабочих На халяву Убивают Пока все ушли Ошибка Со стороны зерга Нажгли Просто Посмотрите Здесь такой Небольшой Пикничок Устроили Нормально Тут успели Мяска Поджарить Ну что 49 44 Срок Парабам Зерк Плюс Я остался У зерга 1-1 Рейнджовые Грейты Не мух Роучим То есть Зерк Выходит Роучи Реводеров Сейчас Здесь Третья Цц Сверх Поздние Три Барака То есть Уже Седьмая Минута Восьмая Сейчас Начнется Тут даже Лаба Нет Чтобы Стимпак Заказать Я честно Говоря Не знаю Из каких Стран Все Игроки Но Играл Пума Недавно Против Милки Каузер И Рыгани Что он Поляк Был А так Наверное Все Наши Скорее Всего Украина Россия Вот Может Еще Откуда Не знаю Цц Перелетает Так Не дико Много Будет Можно И Нужно Сейчас Заходить Сюда Зерку Что он И делает Либераторы Мимо Полетели Сейчас Если Либераторы Разложатся То Так Бункер Убрало Фаерболами Так Что Что Еще Мариков Сразу Убрало Либераторы Начинают Атаковать Зерка Очень Сильно Ошибает Смотрите Он Просто Не Трогает Либераторов Это Очень Большая Ошибка Убревает Сейчас Не Того Которые Атакуют Еще Фаерболы Пошли В молоко Заходит На Хайграмм 114 На 80 По Лимиту Фаерболы По Танку Пошли Заходит Криво Либератор Здесь Танк Какая Дичь Вообще Здесь Происходит Казалось По Лимиту Зерк Должен Просто Легко Сейчас Прийти И Все Убить Но Зерку Не Получилось Прийти И Легко Все Убить Реведжера Не Получилось Заморфить Причем У Тирана 0-0 Просто Зерк Сам Гулял Под Либераторами Очень Долго Танки Убивал Сместо Того Чтобы Прийти Наверх Фаерболами Сразу Танки Забрать Которые Без Медиваков Булон Бункер Кинул Бункер Конечно Снесло Но Бункер Там По ДПС Вообще Был Не Так Важен Как Другие Танк Атакует Либератор Тоже Висит Ничего Не Получается Здесь Треть Сэшка Добывает Пройди Сюда Камни Убей Я Не Знаю И Все Будет Хорошо 131 101 Но Лимит Все Равно Больше Четвертая Хата Есть Нужно Только Раскачать Грейд Вторая Атака Пошла Если Армор Закажет Вообще По Грейдам Будет Впереди Так Гост Украина А Все Понял Ну Что Депошечки Падают Хорошие Фаербулы Минус КСМ Часть Лингов Стоите Сейчас В ожидании Забегаем 162 112 Лимиты Второй Армор Тоже Заказал Заркутерана Вторая Атака Главная В арморе Заказана А на Био 2-2 Не заказана Очень Интересная Такая Политика Про Продакшен Грейдов Вот подходит что-то нужно было отписывать это вообще-то прилагать какие-то доказательства и все то есть не закрыть ни для кого так по аэрболами просто два либератора за раз забирают сейчас зерк подходит новые новые юниты здесь дропчик пошел от мастер вайсе но в дропчике мало реально юнитов пять мариков и один мародер нет ведь не пять мариков шесть мариков один мародер соврал я вам одного забыл бродягу здесь у нас попытки врывов под фаерболами тиран идет ну хорошо часть юнитов из фаерболов ушла 2-1 грейды на 1-1 преимущество стороны зерга зерк что-то домой убежал смотрите часть часть юнитов забыл частью домой убежал но это недоконтроль небольшой ничего страшного газа 1000 просто можно сейчас 200 лимита просто построить роучи реводжеров заморфить реводжеров чтобы штук 15 их было и прийти а кликом просто выбить ну и линдов немножечко вперед пустить фаербол мимо медивак но он не сбил его стимпак что уеров тут на центре четыре штуки висит дополнительных халявных начинает тиранов убивать саплазу блок зерк в итоге получать чем не слабый такой на 30 на 30 на 26 лимитов расседает от 200 то есть это врывы и тут опять же часть ли линги забегают на третий ручи тут на второй отвлекают ну как-то они не очень эффективно отвлекают то есть если бы они отвлекли еще и живы постались то нормально так здесь линги пытаются забежать прессовать но эти танки сейчас сплэшем рабочих своих нормально задэмоджил очень таки пятая хата здесь готова камни пробить чтобы удобнее самому обороняться было камни не пробить у ультрала во всю уже лезут вижу четыре штуки плюс еще ручи и реводжер один уникальный грейд утралом делать 31 грейды коготь 1 конечно же раньше чем 3 армор доделать 160 на 100 95 получается на боевые все десяточка плюс зерку так это дрон а дроны вокруг объезжает уже здесь камни по-другому никак ультрава кстати реально много но ошибка зерк что не добавляет не микоз не что-то такое технологичное типа вайперов ультралов уже 10 штук скан пошел сейчас зерк на клике будет врываться или нет можно врываться знаете сколько ультралов я не знаю что зерк боится сейчас знаете уникальный армор готов здесь бояться нельзя просто не ну не нужно еще тиран забирает часть био еще то есть тиран сейчас инициативу проявляет это может зарешать очень сильно зерк стоит на месте сейчас его начнут разводить у него массивные ультралы которые в лоб просто сносит это все нафиг но они не эффективны против харассов вот пошла пошли передропа на мэй сейчас зерк сразу убегает на третью на мэй на два направления передропа идет и сейчас можно выйти еще вот эту базу сбрить тирану будет зерк убежал всеми ну тиран правда не идет никуда вот нужно просканить было тирану да он просто вот на стиме идет эту базу сбречь королева падает моментально хат тоже упадет сейчас момент тайна 10 отбился вот если в дропу еще посадил так вообще молодцом был хату сбрил рабочих не сбрил но тем не менее по инициативе выигрывает сейчас лимита уже больше 21 гряды 10 с 3 армору скоро будет готов решил зерк что пора бы наломиться так у фаербола по либератору проходят очень неплохих ультралы танкуют живет большая часть ультралов сейчас заходит вперед часть села био в медиваке чаще ой на муве как пошел растоптали растоптали он посмотрите растоптали ультралы все улетает тиранчик здесь один танчик раскладывается нету у тирана технологии которые ультралов пробрили бы даже либераторов не осталось тем более фаербол у реводжеров есть и ну зерк чуть не упорно прям не хочет дожимать 200 лимита ну не хочет дожимать ну не хочет лопатью боится опять же гряды видимо не прокликивает тиран кстати 7 8 армора ультра вот здесь 1 2 гряды просто ходи никакие вот вместо того чтобы пройти через широкий проход хитрейшим образом обошел через узкий зашел и всерьез сломал тирана между прочим здесь так еще до забегается юниты на две части делятся в итоге зерк что боится ломиться иначе он там боится к и катит здесь тиран пытается то что 421 неужели отступать будет сейчас ресурсов то пруду еще посмотрите сколько 2 400 на 2 400 и ушел ну сложно конечно требовать вообще игры как от хэпи такой я не знаю ли от каких-нибудь тиранов таких которые самые сильные в европе или в корее пацаны молодые все-таки ответственность все-таки турнир все дела 2 спайра тут 5 медиваков взрыв прилетает 5 минусы спайры будут и минус на мэйне будет зерк понял что уже домой бежать не очень идет в размену 10 либератора есть их нужно обязательно сейчас фаерболами забрать этих либераторов забирает 1 2 пока жив но это пока скоро можно будет его минуснуть ультралы зашли фаерболами еще либерат проблевает но размен получается неплохо 5 ультралов заказано хайф падает 3 там падает здесь личинки убиваются ультралы выходят на муви просто идут один не может пройти пустите ребят говорит я вас трогать не буду но тирана и все-таки выигрывает зерк увидите лимита не умил бы не убил бы все базы вы просто так как сейчас посмотрим орбитальная вектора карта еще и нажал точнее понял странно первый раз вижу что к старкрафте загрузка такая с картинкой было какого-то мода хорошо Так, всё, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Так, английской версии вроде бы нету бага С лимитом зергов, когда падает на ноль он, но боевым. Ну, я пока не обращал внимания, но не замечал таких вот перепадов. Если заметите, отпишите. Ну что, 1-0 зерг повёл. Так, здесь 17-я хата, пул, газ. Тиран через рипера начинает стандартный. Так, витаминку надо скушать. Ну что, риперочек готов, летит вперёд. Ну что, неплохо тут рипер ворвался. Сразу дрончика минуснул. Больше дронов забрать не получается. Прилетает второй риперок, но это через двух риперов просто опенинг. Ни какие там, ни масс риперы. Так, две гранатки линга бедного испарила. День следил, багов нет? Значит, да, значит, это в русской версии. Почему-то такой баг с интерфейсом. Ну да, должен был там человек отписать, что такая хрень. Это печально. Ну мне пофиг, какая русская, не русская, какая разница. Смысл не меняется от этого. Вот только по-английски название карты. Карт-юниты по-английски говорят. Риперы улетают. Сейчас нужно линга подконтролить. Неплохо здесь взрывает. Забоялся даже зерк ловить в итоге. Какие грозные риперы получились. Ещё два ринга минус. Нужно контролить. Тиран чуть нихрена не контролит. В итоге отдался здесь. Ну вот улети дальше. Зерк тебя отпустил. Нет, стоит здесь. Зачем стоит? ХЗ. Баги ленчика готовы. Сейчас ещё два будет. Вижу. Старпорт вижу. Здесь стимпак заказан. Ну что будет? Пятый врыв. Может передроп гиллионов будет. Я не знаю. Здесь линги прибегают. Гелики уехали. Открыл ворота просто. Камни залпы. Здесь всё происходит-то такое. Прибежал зерк, но решил, что не нужно ему бегать, что-то разведывать. Крайт кликнул в лаву и отдал. Четыре гиллионщика приезжает, но лингов много. Фулл Горыч, спасибо тебе за призовой. Тринадцать пятьсот уже призовой. Прям накопился такой. Хороший очень призовой даже для нормальных наших турниров. Да. Только потом что-то перестал. Тиран совсем гиллионщиков контролить. Отдал всё. В это время Либератор на мейн прилетает. Зерк вовремя не заметил. Потерял четыре дрона, но... Ну, четыре потерял. Здесь личинки начинает выбивать. Нужно перелететь, переразложиться в другом направлении сейчас просто-напросто. Возможно, на вторую базу. Что и делает тиран? Королева ошибочно заходит прям под Либератора. Так, дрон тоже ошибся. Ну, сейчас Королева вне Либератора будет атаковать. Здесь бейлинги есть. Бейлинг-баст будет. Кстати, минки там хорошо вкопаны так сейчас. Так, заходят бейны. Взрывая депушки. Забегают линги. Забегают линги-то, нет? Забегают линги. Куда они забегают? Они забегают ко второй базе. Мимо минок, мимо всего. Парабам 50-27 в пользу тирана. Простите, сейчас. Но зерк сейчас сократит популяцию рабочих тирану. Но нужно быть аккуратнее, потому что сейчас лингами всеми в кучу побежит. Вот так вот на минках просто взорвутся все линги, наверное. Я не знаю. Так, залп делают две минки. Но остальные не делают пока. Только одна вот тут осталась. Еще нужно выманить залп скорейшим образом. Выманивает залп у нас зерк. Забегает к мейну сейчас по лимиту. Все еще. Так, симпакт есть. Бейлинги новые заказаны. Но щиты отменяет в итоге. У нас тиранчику зерк. Так, минки хорошие залп сделали. Минус несколько лингов. Еще мариков здесь пытаются прессовать. Но мариков реально много. Линги кончились. Бейлинги остались. Сейчас бейлингами хочет в рабочих ворваться. Взрывается вообще в молоко. Просто в никуда взрывается зерк. Даже добежал бы до рабов. Был бы вообще красавцем сейчас. И нескончаемый поток лингов. Тянется. Но у тирана лимит уже на двадцатку больше. Боюсь, что здесь не получится никак затащить. Хотя еще попытки будут, естественно, со стороны зерка. Четвертую хату предоставит. Двадцать шесть дронов. Четвертая хата. Тут прям вообще все. Лейра нет. Никли на них. Так, линги забегают. Минки расплетел. Депошки тиран не восстановил. Очень большая ошибка, что депошки не восстановил, кстати говоря. Так, марик падает. Здесь вот мулов пять штук добывает. А зерк ошибочно их не пытается пробрить. Все, рабочих сейчас реально меньше становится у тирана. На четырнадцать штук. Еще сейчас на вторую базу побегут. Сейчас. Линги вообще непонятно, что делают. Нужно бы как-то развернуться лингами. Заходят на вторую зерк. Все, лимиты уже равные практически. Можно было еще лучше даже взорваться. Но дропнулись два медивака сейчас в тыл на вторую базу. Нужно срочно морфить дома Беллингов. Иначе просто вот эти марики убьют все. И в размен тиран всегда в плюсе. Так, здесь линки залпы делают. Почему? Потому что он улетит с даньями и все. Так, здесь мариков нужно принять. Мариков пытается принять. Чуть не очень хорошо получается. Передроп на треть. Пошел здесь марики разваливают все. Королеву не смогут отбить. Большим количеством энергии нужно отвести королеву. То есть отбился здесь получается зерк. Но по лимиту шесть дронов на четырнадцать ксм. И все равно не получается задавить. Вот казалось бы, да сейчас вроде как тиран должен погибнуть. Вот этот контур-дроп и он решил в итоге исход этой битвы. Но с шести дронов не очень получится здесь выиграть. Тем более вот хата упала. Здесь смотрите, как чистенько стало. Никакого крива, ничего. Еще сейчас и будет бейлинг нас умирать понемножечку. Третья игра нужна. Пока все, 2-0 закончилось. Первый матч где 1-1 счет получается. Что у нас там за третья карта была? Сейчас посмотрим. Сумеречная башня. Все, все, кто я на вайчу. Гост хэл готов, мастер Василь. Готовы все, поехали. Сумеречная башня. Сумеречная башня. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А, не, вру, это не зерг Дерран закал у зерга У зерга все, как раз-таки есть рипер погиб, правда Заезжает 6 геликов, трансформируется медивак где-то запоздал, плюс еще два еленчика вперед едут. Что тиран делает-то? А, ну ясно. Взад-вперед сейчас побегаем немножечко. Подождем, пока же, когда же зерк побольше юнитов построит. Так, решил, что нет. Что-то хелбат-пуш не удается, по ходу дела, подумал. Мастер Вася и увел все просто. Хотя здесь стоит три рауча, здесь королева рауч, восемь хелбатов, три марика с медиваком. Это просто оклик. А если ты еще будешь подходить вперед, окружая хелбатами дроп, то вообще будет все замечать. Так, если что-то гелионы ездят, что не ездят-то, я не понимаю. Так, дропаются хелбаты, заезжают гелики, дроны под ударом. Ой, как куча они едут. Ой, как куча они едут. Ой, здесь еще дроны стоят. Что-то у зерга тут сумбур полное начинается, дроны все в куче стоят. Ждет тиран очень жестко. В итоге это даже удачный, ему врыв получился очень такой. Если бы он еще так жук бы поэффективнее. Но 20 дронов уже погорело, 23 погорело. Дальше в итоге контроль отсутствует. 24, 32, 45 парабам. Тиран очень большом плюсе по рабочим. Здесь хелбаты все отдались. Медивак чудом улетает. Одного удара королева не хватило. Здесь второй прилетел, но ничего сделать не сможет. Две минки вижу строятся. Здесь четыре марика, два гелиона есть. Что есть у зерга, скажите мне. 13 ручий. 1-1 закат. Решил вперед не идти. То есть будет от обороны играть. Ну, три базы есть. Ну, парабам такое. Проседание сейчас гигантское, что, по-моему, гораздо было бы лучше вперед выйти. Тиран тут очень пока контролил здесь. Завтыкал дома. Мультитаска не было. Сразу 3D-пошки, четыре барака строятся. Стимпак, кстати, скоро будет готов уже. То есть эти бараки фактически для реакторов ставятся. Можно реактор запилить. Сейчас может даже четыре реактора запилить. Все, гигантский продакшн сразу начнется такой. После стима щиты, например, заказать. Ну, или второе. Две лаба и реактор, например. Три реактора. Четыре? Не, четыре реактора действительно строит тиран. Ну, посмотрим, что из этого. Из этой всей затеи выйдет в итоге. А, казалось бы, Холбат Куш в лоб придет, убьет. Нет, как-то все равно что-то уехал, приехал. Зерк занервничал, отвел. Все, в итоге Зерк еще и потерял. Сколько рабочий? Так, прилетает сейчас Либератор. Здесь 9 реводжеров с перепугу. Зерк Морфит достаточно трех, на самом деле. Для обороны. Просто ресурсы пока можно вкладывать. Ну, хотя Грейды делают, вкладывают еще, вкладывают. Газ не нужен для рабочих. Ну, Лимит лишний занимает, там, в принципе. Да и минералы нужны на реводжерах. Тоже можно пока дронов восстанавливать. Почти по дронам сравнялся с КСМ-ками. Но тиран решил, что не все так просто в этой игре. Посмотрите. После добавленных червобараков он 4 факты добавляет. Куда тебе 4? Это столько. У тебя 5 даже есть. Что это будет такое? Что будет в факторях делать? Причем газа даже на третьей базе нет. Но 4 факты зато будет еще плюсом. Что эти факты собираются сделать? Хороший вопрос. То есть, танки ли он строить собираются? Или что вообще? По 4 танка за раз продакшн. Плюс здесь еще и хелбатики. Да, 4 лавы пошли. Ну, интересный, конечно, момент. Но не получится прокормить все это с такого количества баз. Так, Либератор все еще напрягает. Прилетел, дрон убил, улетел. Гост хелб бегает туда-сюда. Есть дробчик на третью. Идет 8 маликов. Но бесполезен этот дроб. Потому что здесь ровы считают. Королева здесь есть. Либератора, ну, наконец-то, подрезал. Дробчик проходит. Две плетки строятся. Но не успевают отстроиться. Но, кстати, уже скоро будет готово. Королева тоже выживает. Ей бы медилак подфокусить. Фокус рабочих через шифт пошел. Ну, неплохо. Покусил здесь. Нужно улететь, ну, прямо через королеву. Нет, все-таки уходит на два выстрела еще. Тут хп остается. Медилаку. Ну, вот королева немножко не законтролил. Вот только законтролил. Три марика еще дронов здесь фокуснут. Опять же. Три шестьдесят девять парабам. Парабам в плюсе. Тиран в очень сильном. Реведжеров есть. Девять штук и двенадцать еще строятся. Двадцать один реведжер будет. Плюс роучевый. Напряженный, конечно, пуш. Но одни реведжеры без роучевых. Смотрите, криво еще зерк приходит. Здесь не соединился армиями. Здесь еще важна еще фаерболы грамотно выкинуть. Здесь четыре танка. Плюс минки есть. Плюс бью. Минку копают. Фаерболы пошли. Куда-то в молоко они. Пошли реведжеры в итоге падают. Тиран спускается вниз. Отгоняет Гост Хэла. И у тирана все замечательно. Ну что, четыре факты-то сработали. Вот тут какое грамотно все получилось. Четыре танка, все нормально. Сейчас уже шесть выходят. Право, работают две факты всегда из четырех. Из пяти даже одна с реактором. До сих пор что-то в ней строится. Что это? Хеллбата до сих пор строится. Так, танки раскладываются. Гост Хеллб обороняться пытается. 165-200 по лимиту в пользу тирана. Тут тиран просто главное разложиться и проатаковать. Субтитры делал DimaTorzok. Охренеть, по минкам побил. Смотрите, как минки хитро тут, кстати говоря, находятся. Оп, вот они там расположены. Тиран что-то с темпачится, бегает Z вперед. У зырга нихрена нету. Тиран добивать пока не хочет. Танки где-то за 3-9 земель находятся. Просто ложи, приди вот здесь растить же и поделись. Нет, что-то стоит тут за горами, за долами. Не пытается идти вперед. Все, танки взял. Пойдет вперед, что ли? Через узкий проход. Вот зачем лезть-то так? Так, танки прилетают на хайграунд. Видятся. Отгоняет ручей. Ну, четверг, конечно, разбреет с этого хайграунда. Тиран тут и точно произойдет даже. И гадать нечего. Дома что? Опа! Старпортов 6 штук пошло. Вот это понимая. Вот это свичи просто. Просто тут никакой ZR вообще не вкурит, что происходит. Когда тиран такие просто резкие, элегантные, просто свичи делает-то. Правда, не планетарка, а орбиталка на четвертый. Придется, кажется, всеми отступать назад сейчас юнитами. Нет, здесь была группа. Ну, слава богу. Перестимпатчился просто адово. Энергии медиваг не осталось. ZR 200, кстати, восстановил. Сейчас ультралы выйдут. И с ультралами такую перестимпатченную армию можно пытаться и пробрить. Но у ZRG 1-1 он забыл про то, что грейды нужно дальше делать сейчас. Так, фаерболы по танкам его проходят. Три танка сбрил сейчас. Это было хорошо. Четвертый охот ставится, но... Тиран тут на стиме бегает. Сейчас уже красные юниты станут. Куда ты так на стимпатчился-то, друг-то? Тут уже можно драться, по-моему. У ZRG даже встать с такой... Фаерболчики пошли. Нужно было постоять, чтобы упали. Потому что тут пул армии сейчас бы от фаерболов погибло бы. Так, ультралис пытаются нагнать. Минки делают залп. Моряки минус. Будет ли выход вперед? Шесть либераторов. Все еще с реакторами. Ёма, сколько тут либераторов собрал. С тиран построить вообще. Раскладывается все. Танки сзади где-то. Моряки лечатся. Вроде как ZRG рядом находится. Револдеров немножечко под морфил. Еще два ультрала. Четвертая заново ставится. Ну что видит тиран? Тиран ничего пока не видит. Прилетает дробь. На шести медивах. ZRG возвращается домой. Бежит по минкам, как обычно. Минки делают залп. Все проблевают. Ультралис. Кеверн прямо рядом. Можно фокуснуть. И не будет. Грейда ультралов. Ультралы мягенькими останутся. Ребятками. Мясо нежненькое. Можно замариновать. Даже меньше по времени теперь будет. На шашлыках. Чем если бы Грейд этот доделался. И ультралы бегают. Да, с одним армором. Что это такие за ультралы? Это как линк почти что. Только с одним уникальным своим. Все-таки с одним уникальным своим. Но. Тем не менее. Падают фаербулы. Медиваки или летают. 117 на 190 по лимиту. Дропается опять у нас мастер Вася. Сбревает четвертую базу. Зерк в итоге. У него баз особо нет. Что у нас там по либераторам? Сколько? Пять штук? С торгитов. Шесть штук. Строится два либератора. И с мейна. Ну это так. В итоге это лабиринты такие. Гейп ищет Ghost Hell. Не выходит. Кто-то долго выходил. Думал, Гейли это все-таки или не Гэ. Ну что, следующую пару надо. Так, сейчас я приду, ребят. Ждите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Здорово, Илюх. Так, терраса приона, даст орбитал, создаем орбитал, точнее. Так, терраса приона, даст орбитал. Поехали, все готовы, начинаем. Так, за 7 и усправимся. Остается у нас 3 бо 3, включая это, и 1 бо 5 фактически. Так, что у нас мало матча остается. Так, никаких фризов нигде не началось. Вот, это либо у тебя с браузера там менять надо, либо переключайся на другой плеер. Все работает нормально, дропов нет, просто не проседает. Тоже сегодня я специально все закрываю сейчас, чтобы лишних не было нагрузок. очень редко даже в красную зону попадает в эту. Но буду думать в итоге о замене вратца, конечно, на более мощное в ближайшее время, но как только другие все вопросы решатся, естественно. Так, Нексус поперс. Гейт Нексус от Липтона. Сейчас кибернетчика будет заказана. Естественно, здесь у нас через Рипера Окунинг и ЦЦ-шка будет скоро. Так, пилончик пошел, зачем он здесь нужно, я не знаю. Он ничего не прикрывает абсолютно, если в плане оверчаж выставления. Вот. Если хочешь ты поставить так, чтобы и Вижен дал и перекрывал, то нужно его где-то вот здесь вот ставить, чтобы и вот эту область, и вот сюда перекрывал. То есть, можно Рипера запрыгивающего отсюда поймать. Но Рипер может ведь отсюда залететь. Ну, не суть вопроса. Посмотришь, что дальше будет. Катнуть. Что я должен катнуть? Непонятно. Думаю. Есть анонс. Написано все и как. Есть сетка как-то. Поэтому меня удивляют вопросы какие-то непонятные. Что я должен катнуть сейчас? Турнир еще только в середине. Турнир еще только в середине. Так, ну что пошел вперед. Да. Так,ей, это не хочет. Так, ну что, пошел вперед. Твич упал Ну ретвич я не трогал Такая хрень Случается ребят Так что тут я бессилен что-либо сделать Сейчас проверю сам Какой грот у меня Сокет Я не помню какой там По цифрам именно честно говоря Фаталити срок Материнка Да нет идет твич О чем ты говоришь Вот я только что запустил Ты сказки мне тут не рассказывай Ну а в рот сай 5 4 670к Ну его можно Немножечко погнать как бы там еще Вот Ну это нахрен не надо на самом деле Мне лучше как просто Чтоб стабильно просто работал Без всяких этих То есть либо новый купить Либо этот поменять Тоже надо будет проконсультироваться С моим корешем Шаришь чем к железе Работающим в магазе Вот Или может второй комп Все равно мне на другую хату То комп нужно будет тоже собрать А то как я без компа там буду жить Хотя может быть лучше без компа Подумаю еще Потому что Сколько времени Я за ним провожу Мне не очень нравится Ну что врываются адепты Грейт адептом на Глеба резонирующий Готов Дропнулся Смотрите куда ты дропнулся Друг Липтон дропнулся Тремя адептами Внизу Кл-01 поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Ровно Помочь Приятного стрима Сегодня топим За хэппи И вас уже готов Так За хэппи То всегда мы топим Все Призма уничтожена Велоцираптор Сбил ее 78,60 По лимиту В пользу Гресса Велоцираптора Становится План Протуса Провалился Реально Еще одну призму Строит сейчас Но Боюсь Что здесь Уже будет Как-то И не выбить Блинк заказан Ну Блинк нужно Доделывать Конечно Стоил 0,1 Спасибо тебе Еще рано Топить пока За хэппи Еще этот турнир Сначала Досмотрим Мне не надо Ничего качать Собик Я и так могу Посмотреть Вот Просто я Такая Валеная Сток Упал От железа Ну Следующий После 11.55 Какие Сейчас Соки Там Актуальные Так Три Три Сталкера А нахера Три Сталкера А то сейчас В призме Сидят Чуть не понимаю Адепты Адепты Заходят А что Почему Адепты Не понимаю Снизу Находятся Так Что-то не очень Получается Харас Либераторы Перекрываются А Здесь танки Стоят Тут Короче И ворваться Некуда Все Тиран Блочит Все Вообще Вот Просто Конечно Сейчас Не лучшее Время Для Работ Всяких Покупок Железа Вот Так Что Пока Что Пока Тянет Может Не буду Заморачиваться Посмотрим Ближайший Год Я думаю Этого Времени Не наступит В любом Случае Так Нексус Ставится Третий На обычных Минералах Не на золотых Плэмит Очень близко Рабочих У Тирана Больше Третий У Тиран Достраивает Сейчас Копец На мэй Сейчас Стим Будет готов Щиты Тоже делают Все Понемножку Делается У Тирана Просто Так Пытался Так и пытается Здесь Что-то Сделать На мэй Так Адепт Один Минус Три Улетает Потерь Давайте Глянем Ну Потерь Мало Там И там Самое Главное Что План Если бы Продус Прилетел Нормально Придем Может быть Вот так Залетел Вот сюда Разложился Он бы Убил Тирана У него Было 7 Или 8 Гейтов Скорость Адепта Здесь Стимпаков Ничего Ни хрена Там Не было Либератор Здесь У нас Либератор Литают Две Штучки Собирается Которых Видимо Сразу На Золото Вот сюда С краешку Можно Хотя Три Минерала Подблощить На Мэйне Пилоны Хорошо Стоят Навряд ли Получит Подблощить Один Решил Хотя Подблощить У нас Второй Либератор Вообще Как-то Не Лефа Лучше С этой Странно Я не знаю Прям Подбло Пилон В 32 Дэмэнжи Просто Рассадил Либератора Всего Кстати Армора Ноль У них Изначального Я уже Об этом Горел Так Здесь У нас Укусится Пилончик Но Блинг Уже Готов Твайлайт Подрезает Ну В принципе Твайлайт В любом Сучи Важное За счет Неу Грейды Делаются Здесь Сталкеры Тем более Криво Заходят Еще Тут Зачем-то Гейд Побил У нас Велоцерап На местности Атаку Тцшка Перелетает золоту. Три адепта дарк. Тут уже дарки есть, но дарки тоже ничего, насколько понимаю, не сделали. Тиран тут одну часть минералов сожрал, другую пока нет. 138-137 полиметру, что-то бегает у нас тиран. На стимпаке отошел назад, один танк отдал, два танка сзади есть. Либератор раскладывается, раскладывается кривовато. Вне танков дерет сейчас Велоцераптер. Очень большая ошибка с его стороны. Липтон в итоге раскладывает тирана здесь в центре. Нужно быть предельно внимательным, отойти. Отошел бы я на его месте под золото. Да, все правильно. Успил бы, добавил. Здесь у нас дарк падает, адепты пока не падают. Нечем сбить, что ли, я не понимаю его. Ну, что-нибудь-то викинга какого-нибудь, не знаю, либератора послать, чтобы кто-нибудь его в воздухе-то там прессовал бы. Под блин, под танки пошел. Поздний стимпак со стороны тирана. Опять танк увез, а дропнул перед био. 4 иммортала плюс сталкеры. Хороший такой микс. Сверху танки плюс новая био выходит. Увяз тут, честно говоря, процесс в тиране немножечко. КСМ-ки выходят сбоку. Казалось, все начиналось очень-очень хорошо так, но минус в итоге. Протс. Тиран отбивается, но в 3 базы пока еще ничего не понятно. Раптору за 40 уже. Прохладненько. Второй армор делается. 1-2 у тирана грады. Грады у тирана. Лучше значительно. Золото кончилось. Второй обычный. Вот, давай, здесь золото добывается. СС-шки везде есть и на мейне. Здесь один танк что-то делает. Вот он в гордом одиночестве охраняет мейн на Сидже. Правда, если сюда кто-нибудь зайдет, что он сделает, непонятно вообще. Так, Сэмчик тут ездит. Странно, что протс не делают грейды на атаку. Посмотрите, очень важно. Сейчас протсам грейды на атаку гораздо важнее, чем на армор. Сделки реже используются. Все рейнджовые адепты тоже. Им атака гораздо важнее. Плюс еще почему? Потому что если будет хотя бы одна атака, уже КСМки с двух ударов будут падать. А не с трех. И марики. Ну, марики и так, так и так с трех падают без щитов. Со щитами, точнее. Сколько грейдов не было. Накинули сделки. Минусулись. И четвертый никсу ставят. И Липтон у нас. И Лосераптор, кстати, больше по лимиту. И у него 3.2 грейды скоро будут готовы. Но пойдет ли он вперед, пока я вижу, что не выходит. Так, камни падают. Четвертый никсус готов. Золотой. Третий армор. Две форжи работать начали. Атаку нужно бустить тоже. Вот буст в никуда. Вот буст в никуда. Два буста не используются по назначению. ППшечка. Лаги грейдов и лосератор. Да, у меня все нормально вроде как. Ну что ж, ждем пока лаги кончатся. Велоцираптора. 174 лимита велоцираптора на 143. Протс. Посмотрите на грейды просто. Два армора протса на 3.2 тирана. Это называется. Т жмем. Ну хотя нет. Здесь еще бы ЕМП выкинуть. Ну кидаем ЕМП на стимпаки. Приходим. Танки дропаем. И то уже, да, сколько контроля. Т нажать. Аклик. Танки на Д там дропнуть. ЕМПшку кинуть. Все это попасть. Ну бродс тоже надо тут. Ну гвардии она нету с антреей. Блинкнуться. Аклик нажать. Штормы кинуть. С фронта разобрать. Не знаю. Автоматом и морковь или поля вырубает. Думаю, что автоматом мало у кого выставлено. Так что самому вырубать. Тем более на поздней стадии. Так. Неплохо дестабилизатор сейчас ворвался. Шторм тоже неплохо валил. Но тиранов все равно больше. 124-157. Колоссы строятся. Зилков до варф пошел. Нужно поактивнее двигаться вперед. Либераторами по агрессивнее позицию занимать. И поменьше фронт делать пошире. А то сплита вообще нет никого. Штормы пошли. Штормы очень хорошие. Еще шторм пошел. Танки кончились. Либераторы вообще в бою не участвовали сейчас. Но пока тиранов все еще больше по лимиту. Неплохой тут врыв был со стороны дестабилизатора. Вот этот в молоко. Но велоцирапторов все еще больше по лимиту. И грейды все еще лучше. Танки где-то сейчас вообще сзади находятся. Непонятно. В центре карта расширился. Можем КСМ-ок вывезти и вычинить либераторов. То есть. Протс отогнал. Заставил дараться дальше. И хорошо подрался. Вот здесь уже колоссы пошли. Какие-то там либераторы пытаются улететь. Улетает. Минус раз, минус два. Третий уходит. Чудом у него УКП красное тоже. Танки. Сизис 119-123. Переворачивает процесс игру понемножечку. Сканы все новые и новые идут. По лимиту уже равная. Фактически ситуация. Пятую ставят у нас. Липтон базу. 3-2. Сейчас его Протсу будут. Грейды. Вот. Было 2 арморов. 3-2 тирана. Не смог убить Протсу. При таком раскладе. Тройной дроп пошел. Ну надо дроп сразу пытаться было. Да, побольше. Так, здесь интереснейшее забегание. Такой идет двойной, тройной точнее дроп прилетает к Протсу на разные базы. Да, варф дарков идет. Тиран вообще не реагирует на дарков. Оверчарж. Здесь плюс 4 дарка. Все проблевает. Здесь забеганием золото фокуснул. Передров вниз пошел на лоу-граунд. Там 3 медивака. Архон плюс пара зелков. Зелки сейчас будут уничтожены. Но Архон тут выдаст дэмэдж, а не слабо. В это время Липтон сломал Велоцираптора в лоб. Велоцираптор пытается ступить. Здесь один танк, который может все-таки наконец-то подерется в этой игре. Био пришло много, но как-то криво дерется Велоцираптор. Архон жил долго. Там дэмэдж наносил. 99-107 полиамид. Ну, кстати, Тиран просто с базой минуснул. Все брычки. Вот одна осталась сейчас база. Всего одна осталась. Передропа. Опять на хай-граунд пошел. Здесь что-то и Мотл ходит. Мародер, простите, ходит. Непонятно. Дарки заходят. 4 штуки. Кайта нет от дарков. И они просто в хлам разваливаются в итоге. Кого опять дропает-то? Начинается, блин, концерт по заявкам. Черт побери, опять кто-то дропает. Что сегодня не так-то, блин? Никого не дробало последние дни. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну что, из репки восстанавливаем сейчас. Продолжение следует. 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 Ну что ж, ждём велоцираптора, что-то выкинуло его, не знаю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, вроде заходит GreatFlash Будем надеяться, что так ждём. Сегодня второй раз уже такая хрень происходит. Надеюсь, что больше не будет. Субтитры делал DimaTorzok Так, заходит-то заходит, только что-то пока не зашёл. Так, заходит. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что-то заходит, да не заходит. Продолжение следует... 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 Так, ну давайте на 10 секунд пораньше поставлю... Продолжение следует... 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 тиран разменивается. 3.2 здесь, грейды выставляю сейчас всё сюда. 0-0 счёт, игра первая, дестабилизатор. Здесь нет последней фокусит у нас с Элацераптор. Липтон подходит. С дарками, ой, дарков здесь реально много, но успел Элацераптор улететь. Правда, всё демажное, вот если бы этим сталкером сконтролил, один бы медивак был бы минус, кстати говоря. Заходит просто на хайграунд, получает залк минки. Здесь медиваки улетают. Что-то здесь происходит. А, Элацераптор пытается разводить с лоу-грауна, тут дропается. Мародёра минус нуля, дарки. Много здесь реально дарков входит. Медиваки вообще полудохлые, точнее не все один медивак с тремя хп, им нужно быть аккуратным вот этим медиваком, иначе может быть плохо. Как-то у Протса посерьёзней. У Лада, у него лимита больше тупо сейчас. Колосса и Архончик одного домой повёл. Здесь пробревается понемножку на мейне. С дестабилизаторами я бы тоже стрелял бы на его месте. 3-3 у Тирана разве что грейды сделал сейчас. Положительного момента для Тирана. Дистанс майнинг у Протса пошёл. Вот, летает. Опасно сейчас просто велоцераптор. Медивак сидит, здесь 3 хп. У медивака что происходит? Ну вот, пожалуйста. Как можно вот так последнюю армию контролить провально своё? Вот сейчас подблинкнется сталкер и забьёт ещё один медивак. Ну, контроль от лифта тоже кривой, поэтому медивак сбить не получилось. Сталкер чудом выжил сейчас. Здесь у нас планетарка есть, бараки возвращаются. Кстати, если получится здесь как-то отбиться, это шанс ведь есть. У Протса продакшена нет, а у Тирана есть. Но ведь есть дестабилизаторы. Здесь есть Либератор один. Криво раскладывается. Вот сюда надо ближе было бы всё поставить, конечно. Так, что прэш вышел? Что прэш-то вышел? Я понял. Всё нормально, стрим есть. Так, морейки падают. На халде тут бараки понемножечку сбривают. Либтон пошёл вперёд. Дестабилизаторами не пользуются вообще. Зачем они нужны сейчас в этом миксе? Так, медивак покуснул. Выстрел пошёл от дестабилизаторов. Молоко не попал никуда. Так, КСМ-ки нужно покусить. Колоссы тут идут прямо под планетаркой. Здесь какие-то продакшены начинаются новые. Ну, Пилосераптор здесь дерётся пока ещё живёт. Ну, зайти зачем снизу пошёл? Непонятно сейчас. Либтон очень непонятно мне лично. Так, ну хоть под минеральную линию зашёл и то хорошо. Шторм не кидается. Шторм можно кинуть. Просто вообще загромить штормом. Так, мародёр пришёл. Чуть не огрёб сейчас, но не огрёб. Чуть не огрёб. Попробуйте ключ. Продъёмки с груди. Попробуйте ключ. Флит. Ух, ух! Так, 87. Всю армию сюда просто привёл. Нексус восстановил. Ну, хоть на золоте восстановил. Рабочих нет, ни хрена нет. Восстанавливает Нексус таким образом, что на этой базе ресурсов-то нет ни хрена. Дестабилизаторы стреляют. Нужно планетарку бы убить. Штормы там по танкам пошли по всему. Штормить нужно рабочих. Здесь планетарка что-то стебает. Дестабилизатор отфокусил. Отфокусил Архона. Сейчас нужно КСМ-эксбрить. Да они чинят втроём. Что ж ты делаешь-то, Липтончик? Ещё сталкера потерял, но планетарку сбрил. Дальше у нас что? Здесь ЦЦ-шечка поднимается. Здесь нашёл, вроде базу убил. Четыре марика сидят рядом с туретками, кстати, такой. Мы, говорит, в бункере сидим. Воевать не собираемся. Что у тирана осталось? Четыре марика... А, это всё, что и осталось. Вот он нашёл своих четыре марика. ГГ пишет у нас. Велоцираптор. Липтон 1.0. Так, где карта-то? Я чуть не вижу. Так, да, так, так, так. Опять мультиплеер, опять... Кастом. Создаю с модом. Всё, один я стрима остался. Так, Юр, проследил, вот и... Чуть лимптон не заходит. Всё, поехали, все готовы. Ну что, зелёный. Эллиптон, синий Велоцираптор. Вторая игра. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Я думаю, и так уже у нас будет все впритык под 7 часов. И то успеем или нет, непонятно. Продолжение следует. 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 Ну что, адепты тут наваливают Призма еле-еле улетела Телепортик на мейн под танк Под циклона Минус адепты все Ну, три адепта отдал Я не понимаю, почему до варпа На хрена было гейты добавлять тогда До варпа в итоге не было Ну, немножечко подхарасил, в принципе, Липтон Глацераптора И третью Никсус занял Сейчас у Тиранта, ЦЦ-ки второй нет Так, ну что, блин, готов Грейдок убраться вообще Четыре гейта зато добавил Что будет Тиран делать Я пока, честно говоря, не понимаю У него две базы Здесь три, то есть По экономике просто дико вперед сейчас вырвется Если еще грейды начнет делать Так вообще все замечательно у него встанет Сто один восемьдесят семь По лимиту уже ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так Ну что, призма прилетела Адепт несколько отдал Четыре КСМ очки минус ну Парабам Пятьдесят девять тридцать семь То есть Тиран собирается делать выход Один-единственный И этим выходом пытаться выиграть Я очень сомневаюсь Что что-то получится из этого Фукус медивака номер один Фукус танк номер два Филды хорошие И Мортлы по Марикам Право стреляют Филдами вообще тут все заблочил В итоге Липтон Разбирает Тирана У Тирана при этом Все двухбазовый выход был Прото сам пошел вперед Из трех баз еще и Тирана Поломал сейчас Конечно же, это очень плохо для Тирана Я боюсь, что ему здесь уже будет Особо-то и не отбиться Марик одного еще приобревает Шесть сталкеров до варп Делается шторм Делается армор Шестьдесят два Тридцать восемь Парабам Ситуация Сканит велоцираптор Идет вперед У нас Липтон Ну что, врыв адептами идет Ну что это за врыв-то смешной такой Опять что ли? Опять что-то начинаются Лаги какие-то адские Тысячи пингов Но это жестко Делается шторм Идет вперед Ситуация Назады Продолжение следует... 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 Спасибо, Эскадвоксен, тебе. За поддержку вижу твои 143Р. Спасибо большое. Так. Спасибо. Ну что, спасибо еще раз, Эскадвоксен, за 143Р на киви. Спасибо всем, ребят, за поддержку. Поехали. Начинается у нас игра. Полуфинала уже начинается. Мелкий Као против Скиллос. Вот так вот. Спешим, так как очень скоро уже ВЦС начнется. Этботри тоже у нас полтора часа все остается. Сейчас, ну, финал придет, судя по всему, перенести, потому что Скиллос не может сыграть с 6 до 7 часов по времени. К сожалению. Вот такие вот дела. Будем надеяться, что... Ну, посмотрим сейчас, что он скажет. Скиллос не будет. Ну, смотрите. Ну, вот так вот. Скиллос не будет. Скиллос не будет. И он будет. Ну, это тоже. Скиллос не будет. Ну, значит, он будет. Ну, в этой встрече Скиллос. Понятно, Скиллос вообще фаворит турнира, потому что он ГМЛ-игрок и очень неплохо выступает на некоторых турнирах. Посмотрим, как здесь выступит. Ну, может быть, кто-нибудь посопротивляется и получится наказать его, например. Так, Кибернетчик и ГАЗ 2 здесь у нас, что ли? Что-то там отменил. А, дефушку отменил Милки Кау. Эээ, хорош. Вот, пригорело маленько. Спасибо, Эскадвоксен. Ну что, КСМ-ка ездит? Старгейд пошёл. Тиран этого не видел. Домой уезжает. Правда, просто что-то на второй базе пробок не строит. Только сейчас заказал. СССР достраивается. Факта у Милки Кау. Милки Кау. Так, иллюзия адепта. Летите, может, депошку просто. Хотя нет, они не будут сюда телепортироваться, проц. Неправильно делают. Здесь третий никс пошёл уже. Третий никс – интересное решение. Саплай блок. Но ненадолго. Пилончик готов. Всё, саплай блока больше не будет. Второй оракул строится. Здесь у нас, между прочим, строится циклончик. Куда оракул собирается врываться, пока не понимаю. То ли на вторую. На циклончик оракул собирается врываться. Никуда он не собирается врываться. Второго решил подождать, что ли. Но с двумя очень просто циклона убивать оракулами. Так, второй подлетает. Здесь два пилончика на третьей базе, плюс три адепта, мазеркор. Мэйн, не мэйн, не вторая. Вообще здесь ни одного пилона нет. Тут просто реально один передрок какой-нибудь всё. Базу хрен отобьёшь. Но зато сейчас оракулы, скорее всего, до готовности туретки ворутся. Два прилетают сейчас. Но не контролят скиллос. В итоге сейчас туретка будет готова. Это полный провал называется. Ворвался бы сразу, убил бы всё. Не ворвался сразу, не убьёт ничего здесь. Но зато можно на мэйн чуть попробовать подрезать. Ничего не подрезает в итоге скиллос. Но ничего и не теряет, в свою очередь. Так, здесь циклона отогнал. Вынужден был отогнать оверчажем скиллос. Сейчас уже 50 энергии ещё будет. Скорость атаки адептом делается. Третий нексус уже качаться начинается. 8-と-1 на Hirочка. 1-2-1. 2-1. 3-1. 2-3. 5-6. guardил. Так, адепты тут там на грани рейнджа сейчас циклонов укуснули. Милкий Као уходит наверх, ну тут 6 адептов, так, разведывательные фактически адепты, ничего не собирается там что-то делать у нас в скиллос, он всё равно будет играть в прессинг сейчас с 9 гитов, 10-ый добавляется и 2 фажа, третий экспо чуть-чуть раскачивается, что это будет пока не понимаю, циклончик ставят стазисную ловушку на базу, где третья должна быть, здесь если выходит КСМ, туретку запиливает, СССР перелетает, ну кстати туретка сейчас спалит эту вот ловушку, так, ревелейшн, смотрите адепты врываются, адепты врываются, адепты реально много, кстати, Милкий Као вообще не реагирует сейчас, адепты как-то, ну можно ещё было бы круче ворваться, прям внутрь армии, не нужно было отводить вот так вот, разваливает скиллос Милкий Као просто на третьей базе, очень похоже на 1-0 вообще, я чувствую тирану здесь нереально практически отбиваться, так, минку забрел оракулом, ещё одна минка тут ходит, бегает, пишет Милкий Као, 1-0 скиллос, ну видно, что скиллос реально посильнее, ждём вторую игру, а карта Ульриена у нас следующая. где скиллос вообще? скиллос оффлайн ушёл так, опять оффлайн ушёл и так, опять оффлайн ушёл Так, скиллос. Написали, что оффлайн. Все, поехали! 1-0 скиллос. Ульрина карта, очень агрессивная карта. Посмотрим, что здесь в итоге будет. Субтитры создавал DimaTorzok. Так, ну что, газы ставятся. Два газа с мейна. Возможно, это агрессивный билд со стороны Протс. Сейчас посмотрим. Так, ну что. Здесь еще эта пробка пилит. КСМ пилит пробка. КСМ не давала заказать Nixxos, но вторая пробка спустилась и развалила в итоге эту КСМ. Нixxos заказан. Mother Core AD здесь надежный билд. Здесь у нас минка, я вижу. Минка стартворд передроб будет, насколько я понимаю. Мазеркор летит в разведку сейчас. По краюшку пытается прилететь. Где минка? Минка, вот она в рабочих закопана. За газом. Полетал, скиллус посмотрел. Вырывать не собирается. Старгейт, кстати говоря, пилится. С фениксов начинает скиллус. И второй Старгейт строит. Кстати, возможно, это фениксы в свитч, в темпестов. На этой карте, вы знаете, можно темпестов очень грамотно заобудить. И, возможно, мы сейчас увидим это. Так, пилончик есть один, второй. Ну, здесь вообще ничем не прикрыто, например. Но такое ощущение, что между базами как будто собирается дропнуться у нас милки као. Да, вот врыв идет. Смотрите, минка дропается. Морики дропаются. Минку поднять не получилось. Слушай, отойти немножечко. Залп минка сделала. Так, уверчажа будет выставляться. Так, здесь какая-то движуха идет. Уверчаж выставлен на пилончик. Очень жестко уверчаж здесь напрягает. Мариков поднимает же фениксами сейчас. Пытается скиллус. Фениксы хорошо здесь расконтроля. Адепт на минке отдается. Ну, так, здесь можно уверчаж выставить еще один. Но пока не выставляет. Медивак немножко назад отлетел. Араху устроит фениксов. Три штучки уже здесь. Два марика на второй базе начинают беспределить. Очень серьезно. Так, ну пробки запилили. Эх, медивак что? Медивак улетел домой. Здесь с одной базы выход готовится. В стиле хэппи либераторы танки. Марики. Да, флитбикон, посмотрите. Это значит будет темписты. Когда будут темписты? Скоро будут темписты. Кстати, против однобазового тирана темписты вообще идеальный вариант. Пуш просто идеальнейшим образом выбивается. И все, два темписта заказано уже. Ну, под вот этот билд, я скажу вам точно, обязательно нужно делать воздушную атаку. Это очень важно. Так. Максимус, деци, мериди. Если лагает, есть твич, есть види тв, рестрим. Как-то так. Готов темпист раз, готов сейчас будет темпист два. А это что такое? Танкист матом ругался на Мариков. Говорит, вы бездельники вообще. Донные, что вы тут делаете? Марики обиделись. Стрельнули по танку, видимо, сейчас в залп. Но вовремя опомнились. Не стали добивать. Так, ревелэйшн стоит. Все, начинают. Темписты тут уже напрягать. Марики падают. Здесь либераторы, ну, ничем не смогут помочь абсолютно, я вам скажу. Дефошку сейчас будут сбивать. Новые темписты подлетают. Третий уже. Четвертый, пятый строится. Один викинг заказан. Уже это один викинг может сделать? Объясните мне. Ничего не может сделать. Так, минка по Фениксу неплохо. Сейчас стрельнула. Так, Оракул здесь висит. Ревелэйшн очередной пошел. Марик и Фокус там с удара, с двух ударов убивают темписты, естественно. Четыре темписты уже подлетают. Начинают тирана просто гонять сейчас очень жестко. Скиллос. Минус либератор. Марики еще минус. Милки идет вперед, но что-то нужно делать. Он понимает, но получает фил. И в загоне тут оказывается очень жестком. Где темписты его просто расстреливают. Безнаказанно. Уверчаж на пилон. Здесь Марики, кстати, на стиме. Но что они могут сделать против каких-то космических кораблей жесточайших. Изи для Скиллоса. Ну что, второй полуфинал. Липтон против кого-то. Мастер Вася. Тоже ТВП. Так, орбитальная верфь создаем. ТВП. Так, не знаю, надо, Юр, там, что там, скиллос идти надо, тебе не надо. Будем решать сейчас, что дальше. Так, еще они заходят. Дедман, Дедман, Ингейм. Так, а Дедман здесь, почему Мастер Вась не заходит. То бишь, либо будем переносить, либо, может, если все-таки не надо никуда идти, то сегодня проведем. Ну, по времени уже час двадцать остается, поэтому бы пять можно и не успеть просто провести, в общем, проблема. Так что, наверное, лучше все-таки перенести. Так, 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 так. Так, так. Так, все, отлично. Поехали. Все, Лептон тоже тут, отлично. Турнирчик организовал Бзик Юра, поэтому ему отдельное спасибо. Вот, отменяет всех игроков. Спасибо всем поддерживающим турнир. Естественно, призовой фунт 13500. Это не всегда такой набирается. Для молодых это вообще замечательный призовой. Яндек, Фулгорыч, Атаквейл, Готич, Бобёрыч. Всем спасибо. И так же другим, кто еще поддерживал Бзик, Санзидар, Фрэш. Хэппи Гост. Начинаем. Второй полуфинал. Лептон против Мастер, Вайс тоже ТВП. Скиллус уже в финале. Пинк хороший, все в порядке. Скиллус уже в порядке. Так, ответил Миша, если реально технически, то, может быть, сможем матч за третье запилить. Ну, посмотрим, в общем-то. Может быть, это просто уже и технически. Хотя раньше Паша делал, конечно, но... Сорить деньгами, как пьяные матросы. Тогда надо, чтобы родители в комментариях отписывали, что плохо влияет. А мы будем мере принимать. Так, Старпорт пошел под реактором Малекис. Что-то инженерка достаточно ранее. ЦС-шка достраивается. Здесь у нас что? Опа-на. Здесь у нас интересные билды какие-то такие идут. Ну, посмотрим, что будет в итоге из этого билда. Нужно ведь для Адаварфа еще кое-что здесь строить. Здесь у нас две туречки. Тиран очень сильно, кстати, в оборону вложился от воздуха. И это может сказаться. Так. Адептам Липтон тут разведывает. Ну, четыре Мари Кейси адепта отгонит. Но если бункера не будет, будет не очень... А, я вообще думал, что это будут другие совершенно юниты. Но вы видите сами, что сейчас происходит. Странное тут решение. Адепт в призму садится. Циклон что-то прям в наглую от мастер Васи приезжает. Минуснул пробку. Начинает атаковать. Выигрыши на карту родителей переводить. Но это тоже какая-то имба. Сам заработал, сам и потратил. Ну, вот на что, конечно, да, вопрос. Так, залетает медивак. Харасит у верчажек. Все, больше не будет. Здесь у нас призма летала. Харасило. Шесть пробок погибло. Медивак погибает. Семь пробок погибло. Мастер Васи тут нахуй сил. Нормально рабочий, я вам скажу. Тридцать тридцать семь парабам и тираны-то по лимиту больше. Либераторы, танки две штуки строятся. Здесь уже в лоб ничего не сделать просто. Абсолютно будет, кстати говоря. Так, товар пошел очередной. Долетает либератор, раскладывается. Сел Липтон сейчас в свою призму и улетает. Здесь какой-то выход. Юниты дотекают сюда. Так, попыток продавить не оставляет у нас. Проц. Так, здесь что у нас? Три пурик. Вот три-то. Две хотя бы поставил бы. Ё-моё. Адепты наваливают. Здесь атака в лоб идет. Здесь адепты потом в молоко телепортируются. Призму уничтожил. Либератор. Посмотрите, как КСМ-ки хорошо окружили. И минус нули в итоге адептов всех. Хорошо. Здесь тиран на халявку фактически отбивается. Ну как на халявку окружило. Либератор рейндж сработал. Почему странно? Потому что такой пуш с имморталами делается. Так, ну адепт. Хороший контроль адепту был, конечно, со стороны сейчас Либтона. Ну тут марики что-то взяли и развалили призму в итоге. Мастер Васи очень четко контролят, я вам скажу. АПМ 270, 260 фактически. Но только медивакам-то не надо так летать в наглую. Ё-моё. Ну вот ток похвалил. Медивак отдан вообще нелепейшим образом. Газа вообще у мастер Васи нет. Почему? А вот один газ. Потому что вообще не добывается на мэне. Так, танки раскладываются. Депошки не восстановлены. Спускается мастер Васи. Куда-то он так нагло-то спускается. Танк минус один из комариков. Снизу остается. Здесь Иптон четко законтролил. Либератор как-то тоже неаккуратно летает. Еще один танчик есть, но... Еще один танчик особо ничего не перекрывает. Скан пошел. Нужно спуститься. Сейчас нормально. Так, зашел в рейндж Либератора. И Либератор по всем, по имморталам, по всем-всем. Выдает демажи на стимпаки. Тиран спустился. Начинает наваливать. СН-3 минус, имморталы минус. Часть мариков дома там где-то заблочилась. Еще один стимпак. Вот стимпачисты раньше времени. Когда красная вот эта хрень будет над головой, что стим кончился тогда. И надо стимпачиться. Здесь третий Нексус уже готов. Ой-ой-ой, просто по экономике впереди. Но сейчас смял тиран его просто-напросто. Что там где упало? Что-то где-то падает. Достало уже все падать. Так, здесь Дарк готов. Куда Дарк пошел? Танки. Подрезает здесь танки Дарк. Либератор на хайграунде. Здесь танки вообще не складывают. Сейчас тиран, что ты делаешь, тиран? Мастер Вася. Ну что ж ты такое? Дарк разваливает все. Сканов нету. Да, сканов нету дома Дарки. Жадно выкинул сканы. На халяву просто посмотрите. Какая разница по лимиту сейчас была. Что Дарки сотворили? Вообще тут наубивали. Просто всю экономику тирану развалили. Весь выход тирану развалили. И ситуация равная. По лимиту сейчас становится. Так, вот моряки. Робу пытается мастер Вася минуснуть. Ну не тремя моряками это надо минус. А ну хотя здесь особо нет. Ну все побольше вывести. А, здесь вот у нас что летит. Кстати говоря, и Протс вышел отбивать свою робу. В итоге вот то, что туда летит, будет очень эффективно. Да, варп трех Дарков идет на базу в кармане. Ну скан-то будет, не? Не, скана нет пока. Вот, наконец, стакан пошел. Дарки минус, минус. Минус Нексус и минус два гейта. Здесь отключенное будет. Здесь у нас Липтон ходит. Та что-то сделать. Но нападать на Тирана смысла я не вижу там никакого. Нужно ворваться. Вот пилончик, смотрите, стоит. Можно Дарк Шрайн заминусовать. Одно из ключевых вообще зданий, что и делает сейчас мастер Вася. Дарк еще один варпится, пока Дарк Шрайн позволял это сделать. Так, принимает бой. Можно было пилона убить, кстати. Тогда бы Дарк тоже не ворпанулся. Это бы 115 на 80, все. Тормаживает, наедет. Ну, будем надеяться, что восстановится, ребят. В последнее время просто, ну, ужасно работает плеер. Почему-то, я не знаю почему. Какие-то работы недавно проводили. Ну, будем надеяться, все к лучшему в будущем будет. Как-то был период, когда вообще все замечательно работало. Сейчас что-то такой период, когда косяков много. Так, можно робота все-таки добить, выйти, например, вот этой группой юнитов. Так, полетел мастер Вася, смотрим. Меньше греть, что проблема веет, и решили, что в течение получаса все должно улучшиться. Так, здесь дроп на четвертую, почему на четвертую не на мэн, я не понимаю. Так, моряки дропают, 128 минус 6. 2-2 мастер Вася делает, грейды 1-1 есть у процесса. Ой, как архун здесь под гвардиан шелдом наваливает. Ё-моё, вообще даже, ну, просто ему пофиг вообще. Армора много. Прилетает просто мастер Вася, ну, вот у него моряки не такие, что прилетели и улетели. А у него моряки, он просто привез, как на свалку их выгрузил и улетел. Такие, знаете, мусоровозы-медиваки прилетают, за это их плохая карма настигла, потому что улетать вот так вот, как он сейчас улетал, ну, это полный бред вообще. Отдал все медиваки, естественно, рабочих больше, чем у процесса, тем не менее. И грейды лучше улетать, но там дестабилизаторы устроятся. Здесь орбиталками с планетарки, это неправильное решение. Кстати, и не с мэйна перелетело, все это новое орбиталка. Не надо таким жадным быть, за это тебя развалят, просто за такую жадность. Так, здесь 4 танка, есть 5 танков, но они все стоят, вообще не трогают. То есть в медиваках нужно возить, конечно, танки в такой ситуации. Так, пошел выход. Заметался мастер Вася, ну, неплохо дестабилизатор так стрелил, но мог бы еще жестче стрелить. Ну, 150-107, я так полагаю, уже не отпустит здесь ничего. 153-123, хотя, знаете, бывает всякое. Ну, 2-2 грейды в 0-1, ну, сейчас второй армор доделается. Пукус танков пошел. Ну, вот тираны так боятся постоянно, что происходит вообще. Дропнись ты уже, сделай ты так, чтобы дрались твои юниты, а не на муве сливались. Так, дестабилизатор еще раз стреляет. Тиран упорно не хочет драться, вот бегает, что-то взад-вперед бегает. Танки, друг, вот четвертый Нексус, да приди ты сюда, чтобы они стреляли куда-то. Нет, вот на ровном месте надо бегать, ничего не делать. Вот. Очень жесткие залпы дестабилизаторов. Несколько залпов и лимиты практически равные становятся. И мастер Вася продолжает кушать. Тут за попыток 6 вообще прилетел к 4-й базе, а вот сейчас привез прям вплотную. Что сразу-то мешало так сделать, ведь вынимаю, пришел бы сразу и дрался бы с количеством мариков просто в несколько раз больше. Танки очень слабо так наваливают. Атака сделана, Грей, 24-143, все-таки дожимает мастер Вася. Ну, нервы, нервы. Зря я так гоню, на самом деле, игроки-то молодые, нервничают. 1-0 мастер Вася, красавчик. Карта у нас что? Башни, вторая карта, да, с Тауэрс, они же, то бишь... Кий-то надпись, наш грядь, Amen. Значит, запускаю следующие игру, то бишь... Какими этих игру, такими, другими игрушками, и уторвая петер игрушка, там, когда люди занимаются и сидят, там... помогают, мало ли организмам. Да, ты берешь. Продолжение следует... 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 Ну да, всё починилось, всё нормально. Теперь пойдёт нормально, были проблемы днём. Но главное, чтобы... Теперь всё должно работать хорошо, ребят. Так что вы возвращаетесь. Финала юниоров сегодня не будет. Финал юниоров будет завтра, видимо, после пролиги. Почему? Потому что Скиллос не может играть с 18 до 19. То бишь он уже ушёл. Плюс по времени ещё только это будет отыгрываться. Если сейчас Липтон сравняет счёт, то будет ещё одна игра. Мы просто не успеем до 19 запилить. А я хочу постремить булая переигровки, естественно. Так, 2-2 агриды запилены. Очередной скан. Колосса 1-1. 2-2 агриды делают. 109-113 по лимиту. Абсолютно непонятный для меня сейчас выход идёт. 8 мариков летят медиваки. Здесь всё идёт без медиваков вообще, в принципе. Так, здесь 4 именки дробуются. 1 медивак на мэн и врыв без медивак. Ну, нужно взять-то вот этого медивака, я не знаю. Что такое делает мастер Васи? Скиллос идёт вперёд. Не видит мастер Васю. Мастер Васи не видит скиллос. Посмотрите, как разминулись просто сейчас. Ну, марики абсолютно безуспешно дробуют сейчас. Так, оверчар запилены. Менки копаются. Успевает закопаться 3 из них. Хороший залп. 12 пробок минус. Но здесь просто приходит. И с ним ничего не сможет тиран сделать. В это время врыв идёт. А толку-то медиваков 0. Вылечить нечем юнитов. Что за бред-то вообще? Сюда хоть один медивак должен был. Ну, вот 2-3 медивака были бы. Шанс бы был. Но не при таком раскладе. Юниты без медиваков. Колосс приходит. Конечно, колосс тут жгёт. Здесь сталкеры на блин контроля. 130 на 90 уже в пользу скиллоса. 1-1, судя по всему. Здесь не такой однокалиточный получился. Полуфинал. Милки что-то особо скиллосу сопротивления не оказал. Но скиллос действительно силён. Вот. Милки будут трениться. И окажут сопротивление в будущем. Здесь же у нас такое равное битву. Мастер УАЗ против Липтона. ГГ 1-1, ребята. ГОРОСТОВ Терраса приона у нас. Так, что здесь происходит? Оп, ребят, 250 на Тинькофф. Вижу респектовых рублей. Большое спасибо за это вам говорю. И пишите, кто это такой. Добавлю список, если, конечно, желание есть. Не скилла с Алиптон, да, конечно. Конечно, не скилла с Алиптон. Заговорился я что-то немножко. Спасибо за поддержку еще раз. Фуф. К сожалению, на Тинькофф сообщение нельзя присылать. Скоро я сберу восстановлю. Просто 40 дней закрывается рабочая карта. Очень долго. Как закроется, мне сообщат. Пойду открою заново. Нет, Липтон это не Култи. И Култи не 16 лет. Потому что если бы было Култи 16 лет, и он бы учился в институте, то, наверное, бы он бы... То, наверное, он бы не устраивал такие пожары на ладере и так далее. Продолжение следует... Так, от тебя, Димган. Спасибо большое. Сейчас будет внесен Димган в список крутых ребят. Спасибо тебе большое. Так, ну что же? Что же? Здесь инженерка подблочила золото. Да здесь Депошка подблочила золото. Спускается Зилук. Инженерку хочет поломать. Говорит, что это тут такая за хлам лежит вообще? Давай строй дальше или поломаю. Тинькофф из этих лучше зашкваренный тем Тинькофф, чем жидомасон Герман Греф, который хочет образование всех лишить и вообще какую-то хрень порет. Скажу тебе так. Ну вообще все они режиссеры, как ты знаешь. Не очень. Поэтому будем так. Пока что. Сбер восстановлю. Сбер восстановлю. Почему в ПТУ-то в институте Кулси? Гонч Груевичи вроде как в Питере. Насколько я знаю. У меня много там знакомых училось достаточно. Ну как много? Несколько человек. Пару, тройку. Так, гейты открываются. Третий гейт добавляется. И Мортал добавляет еще при этом Липтон. Зачем ему Мортал пока не понимаю. Может думает, что одна базовая в рыбку тут какой-то будет. Надеюсь, СЦшка просто на хайграунде строится. Так, дропывается все. Живчик. Короче, зря я начал. Ну, в общем-то, закончим эту тему. Ха-ха-ха. Чуть-чуть начав. Так, буверчажи выставляются. Ну что, пошел скан. Короче, забейте, ребята. Карту закрыть не могут. Я не знаю. Я думаю, что карту можно закрыть изи просто. Можно просто на сайте нажать блокировать карту. Заблокировать и положить на нее потом просто. И все. Ну, пусть она будет и что дальше. Так. Разбирайся, ЗИК, там, с экспертами. Здорово, демон. Третий ЦЦшка уже. 166-69. По лимиту. Так, 71-85. Как-то пока тиран не ахти, тут нахарасил, я скажу. Либератор прилетает. И улетает. Он не реет в небе гордо. Сами знаете, почему так происходит. Почему он не реет гордо в небе. Не получилось нахарасить. Гейты открываются. Но третья ЦЦшка есть. Эти бараки добавляются. Так, что Мазаркорд? Мазаркорд на Мэнни. Весь здесь чуть-чуть. Либератор пытается найти, поставить как-то в таком месте, чтобы Сэнтю вообще за удар минус нул. Сталкера минус нул. По второму только залп сделал. Ну что же, было полное хп, бы он бы еще пару сталкеров забрал бы. Почему Вася не уводит Медивака, а мусор сразу выкинет? Ну, Майма, боится бунта просто. Боится революции, что сместят просто Малик и Васю, как бы, и откажутся воевать. Даро, окей. Вот. Всех рад видеть вас. Воскресенье сегодня! И мы будем смотреть через 40, меньше, чем через 40 минут. Сначала Блая, потом чуть позже хпище. Будет очень-очень круто сегодня. Пауза идет. Сколько мне лет в профиле моем написано. Телефон у Липтона. Пацаны звонят, говорят, база третья перелетела, братан. Ну, это не может никто сделать, задержка ведь только Боберыч может из игры, потому что он... Так, все сами решат, где что надо повысить. Я думаю, сообразят. Потому что всем и так большое спасибо. Призовой получился очень хороший. Можно было побольше игр, но за третье пока не запилить. Зилки Валентинки Адептам. Я думаю, что они не отмечают всякие идиотские праздники, типа вот этих... Там всяких Хэллоуинов, Валентинов, всяких там этих ирландских клеверов, четырехлистных там и таких подобных шляп. Вот. Как и я. В том числе. Вот. Летят медиваки. Ух, минус один. Второй тоже сейчас минус будет. Нас дальше было отвести. Один успевает подлететь, но здесь рядом колоссы стоят, так что все нормально. Дропчик пошел. Колоссы реагируют, идут сюда. Сталок тоже приходит. Четыре пробки. Минус. Самая-то главная печаль была, это, конечно, потеря тех двух медиваков. Тем паче самарики. Вот этот по-нашему оставил пацанов под этими... под... под... Ностатки говорят, что ж ты полетел, медивак? Кто ж своих кидает? Мы тебя сбиваем, дружок. Вот. И сбили его. 140-139 по лимиту. Сканит у нас мастер вас. 1-1 грейды на либераторов атака. Здесь 2-2 уже. Второй армор доделывается. Фактически. Что-то здесь 3 вообще золотых минералины. Таких еще много. Осталось там 900. В 2 и 600 нужно перевести еще сюда пробочек немножко. А то на золото и не добывается. Фактически нихрена. Да. Вот. Ну да, я имел ввиду каких-то там патриков, шматриков, мормонов, масонов и тому подобной хрени. Так, минус циклончик сейчас. Так, Либераторы раскладываются. 180-175, сейчас Мастер Вася прессовать пойдет. Ну такой в центре беготня, практически одинаковыми боевыми лимитами получаются. Либераторов реально много здесь становится уже. Ну куда ты так раскладываешься? В наглую так раскладывают, главное. Так, минус три штурмовик, стоял, смотрел. Танки по нему сделали залп. Минус три штурмовик отгоняет Мастер Вася Либтона. Игра-то напряженно идет. Хороший такой полуфинал получается у нас. Хотят игроки в финал выйти, безусловно. Пытается Либтон зайти так, чтобы подраться нормально. Ну блин, здесь столько Либераторов. И танки там есть. Ой, сюда врываться просто не стоит. Да тут уже Нексус лучше отдать, реально. Медивак нужно один подвезти сюда. Или Либератор одного, чтобы он Вижен уже дал. Наконец-таки на хайграунда кто-нибудь дайте Вижен. Так, Нексус падает. Саплай-блок у Либтона. Здесь саплай-блок сам по себе на 180. Тиран завис, говорит, все. Пока Медиваки нормально Мариков увозить не будут, они как мясо выкидывать. Депошки строить не будем, КСМ-ки говорят. Больше 180. Вот, а то все равно такое отношение не очень. Зачем 200 тогда? Так меньше погибнет невинный Мариносов. Так. Литеран просто так не считает, что они такие прям невинные. Так, пошла атака. Штормы пошли. Либераторы разложились. Но под штормы попали. Сталкеров достаточно. В итоге оказывается, Либераторы сминаются. Эти два пустое место прикрывают. Либтон разваливает оппонент СУГГ, мистер Вася пишет. И Либтон все-таки проходит финал. Вот так вот. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok. так отдохните полчасика как раз до хэппи что там за грызня в подъезде такая была как раз так 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 Так, ребята, стоп-старт делаю. Сейчас вернусь с одежкой в две минуты.